Если вы хотите сделать то, что закрепит ваше положение сейчас в вашей деятельности, то это самое то, то, что надо. Все, тогда супер. Это очень хорошее решение. Но если вы хотите переориентировать бизнес, сделать его более широким, как бы его развивать, куда-то вкладывать средства, то это безумие. Это ваш личный вопрос, связанный с вашей личной жизнью. Но я вам по-другому сейчас на него отвечу. Вы поймите, что этот вопрос вы сами должны, сами на него в своем сердце научиться отвечать. И причина, почему вы не можете сейчас это сделать, раскроется в этой лекции. Это не значит, что вы никогда не можете это сделать. Но сейчас особенная ситуация, в которой людям трудно принимать решения. Но принимать все равно можно. Для этого нужно просто определенное действие совершить самим собой. И мы об этом будем весь семинар говорить. Я убежден, что у вас, у самого после этой беседы, будет достаточно возможностей внутренней, чтобы решения принимать. Просто для этого требуются дополнительные усилия внутренние. Знаете, вот эмоциональные люди могут принять мои слова, которые я сейчас сказал, за руководство к действию. Но лидеры, они не могут руководствоваться просто на интуиции какого-то человека. Это невозможно. Вот допустим, я имею такое чувство, я вам сказал про партнера, про вас, это достаточно убедительно. Но когда вы выйдете из зала, вам же надо принимать решения, связанные с вашей судьбой. Допустим, я решил, что эта девушка вам подходит. Она хорошая, красивая, все вам подходит. Но брать замуж, это же серьезный шаг. То есть для этого надо самому это понять. На просто том, что кто-то сказал, этого недостаточно, чтобы свою жизнь направить в какое-то русло. Этого недостаточно. Это имеет какое-то основание, это помогает. Этого недостаточно. Поэтому вам все равно свой внутренний путь придется проделать. А вы не сможете переложить, потому что вы лидер по природе. Лидеры не перекладывают ответственность. У них другая структура психическая. Они ответственность несут в себе. Они собирают разные мнения и формируют свое. Это нормально. Но формирование мнения – это главный процесс, который дает возможность человеку куда-то двигаться. И формировать мнение в условиях, в которых создается очень сильное психическое напряжение, колоссальное затруднение в этом возникает у человека в сердце. И именно как это затруднение преодолевать, мы будем об этом говорить сегодня. Мое мнение, несомненно, может помочь. Но когда человек совершает какое-то движение в каком-то направлении, связанное с судьбой не только его, а его еще людей, помощников, то в этом случае его сердце должно обладать достаточно твердой верой, чтобы ту систему отношений, которую он создает, она же влияет не только на вас. Ну, допустим, мне нужно ли мне с этими людьми заключать отношения какие-то? Вопрос, как вы будете это делать? Если у вас будет очень сильная позиция внутренняя, тогда они тоже будут сильно себя чувствовать в отношениях с вами. А если вы будете в сомнениях, почему они должны не сомневаться? Они тоже будут сомневаться. И все, кто участвовать должны в этом проекте, тоже будут сомневаться. Это сомнение, оно будет распространяться. Поле сомнений не создаст энтузиазма и силы в развитии. Но для того, чтобы не было сомнений, для этого существует определенная техника работы внутренней, которую я хочу вам предложить. У меня большой опыт в этом вопросе, и мы можем многие моменты, тонкости этих всех вещей изучать сейчас. У нас еще есть 10 минут поговорить. Я вам очень благодарен за вашу лекцию. Буквально был период такой, что семью спас. Но, естественно, у нас даже кризис по вашим лекциям. Все протекает так, как надо. Прогнозируем и четко. В общем, соблазнился я на то, чтобы не ездить из Москвы в Москву в офис. Скинул офис, засел дома и попал. Почему? Ну, жена рядом, дети, работа невозможная. Я уже вообще еле живу. Я не пойму, то ли это период такой, то ли я тормоз. То ли куда еще бежать надо, то ли жена у меня давит, то ли я ничего не понимаю. Супер, очень хорошо вы попали в тему. И я знаю, что надо убежать, но уже не могу. Прибежал сюда. Единственное, что вот, начиная слушать лекции, я чуть-чуть на этой машине идешь и слушаю. Три гигабайта лекции накачал. Вот, поэтому, вот скажите, куда разворачиваться и двигаться. Потому что такой, как будто уже хаос появился в жизни. Естественно, бизнес просаживается и семья страдает. Спасибо. Но надо просто понять, что происходит. Понимаете, бывают разные промежутки жизни вообще Земли и планеты. Одни промежутки дают развитие, атмосфера мира царит. Людям легко договариваться, странам легко договариваться. В других ситуациях в жизни Земли наступает давление другой силы. Часто люди воспринимают, что это давление идет от Америки или еще от какой-то страны. Но это всего лишь просто результаты этого давления. Допустим, когда возникают на Земле какие-то неблагоприятные периоды жизни, то начинают выйти шакалы сильно, вороны сильно каркают, саранча начинает размножаться. Но есть, то есть, описано в ведах вот эти вот все признаки того, что дикая ситуация на Земле возникает. Но некоторые начинают думать, что вороны во всем виноваты. Или саранча погубила нас. Также, то есть, страны, они тоже находятся просто под влиянием сил, которые выше существуют, свыше идут эти силы. И когда ситуация в мире становится наполненной насилием, вот эта вот жесткая такая система отношений, она прежде всего влияет на те структуры общества, ячейки общества, которые меньше защищены отношениями долга и разума. Вот, допустим, идет война, населенный пункт, да, в котором идет война. Кто больше будет страдать? А солдаты, которые воют, или люди, которые живут просто и смотрят на это, на все? Кто менее устойчив будет эмоционально, психически, кто будет страдать от этого? Просто люди, которые никак не связаны с выполнением долга и так далее. Поэтому существует разница между атмосферой в офисе, где люди как бы устойчивы психически, они пытаются выжить в них отношения долга, и отношения семьи, где люди пытаются раскрепоститься, отдыхать, эмоционально расслабиться. И когда вот это желание выжить, трудиться, победить, проникает в дом, в семью, в которой вы живете, то там нет никакого расслабления. Когда человек не отдыхает, он становится замученным. Но у женщины две функции есть. Одна функция, она успокаивает и дает отдых в семье всем. А вторая функция, она может быть сама лидером, допустим. Но на работе она уже никого не успокаивает. Она всех напрягает, заставляет работать. Ну нормально, то есть у вас жена только одну функцию выполняет. Она всех успокаивает, расслабляет. И вы ей эту функцию разрушили сейчас своим пребыванием в вашем доме. Саморасслабивание. Да. Есть какие-то решения, бывают, что ограничения по времени, допустим. Что у нас вот это кабинет, это место офис, туда нельзя заходить семейным. Вот такое-то время с 12 до 6 я работаю. Я как бы не решаю проблемы домашние, какие-то семейные. Вот вы понимаете, сам процесс переключения этого, он занимает время. Мужчине в среднем где-то 30-40 минут нужно, чтобы, когда он заходит домой, чтобы начинать общаться вообще с женой по-человечески. Разумные женщины, они знают это. Они мужчину не трогают, когда он заходит. Они его благословляют, обнимают, заботятся, раздевают, кормят. Пытаются как-то его в русло семейной жизни ввести. Но если женщина сразу начинает грузить мужчину с порога, то это приводит к конфликтам жестким таким очень в семейной жизни. Ну представьте, если у вас вообще нет никакого прихода домой. Если дом превратился в офис, а офис превратился в дом. Все разрушается. Все структуры отдыха и работы, волевые усилия невозможно совершать. Вот представьте, что вы будете боксироваться в кровати. Положат в кровать вашего другого боксера, к которому вам надо боксироваться. Вы спите такие первые дни. И вам надо сражаться. Ну вы спите. Вам невозможно драться. Как бы вы поворачиваете с кровати друг на друга. Ну вы спите там, понимаете. Это несовместимые вещи. Для того, чтобы сражаться, нужны другие условия. Ну если у вас нет возможности снимать офис, тогда сделайте офисом какой-то кабинет, но подчините это законам определенным. То есть туда никто не должен заходить. Вы не выходите, никого не трогайте. А оградите территорию. И постепенно эта территория станет вашим офисом. И вы успокоитесь там. Но надо строго соблюдать эти правила. Сами ответили на свой вопрос. Олег Геннадьевич, меня преследует постоянно одна и та же ситуация. Не знаю, если я целевается, хочу вам задать вопрос, чтобы вы найти ответы. Что бы я ни делал в своей деятельности, у меня постоянно растут долги. Все больше, больше и больше. Чем больше я делаю, тем больше долгов. Ответ уже есть. И вообще ничего не помогает. И я просто думаю, то ли я вообще не тем понимать, мне нужно все бросить, пойти устроиться на работу, объявить себя банкротом вообще. Не знаю просто, что делать. Нет, есть другой выход хороший. Понимаете, есть разные температуры, разные типы личностей. Вы по природе человек, который способен двигаться в будущее своим мышлением, создавать проекты, вам нравится что-то новое, развитие там и так далее. Вы очень хорошо видите развитие своей цели, достижение ее. То есть вы способны, как бы мысли к будущим и развитием. А в развитие всегда надо вкладывать средства. Ваша жизнь означает развитие. Но если говорить о предприятии, то там должен быть человек, который всегда развитие ограничивает. То есть он не дает, чтобы деньги куда-то шли. Как вот мультфильм был про Чебурашку, Гену Крокодила, они пошли на что-то пионерское брать кирпич. И как бы им сказали, могу дать, но в два раза меньше. Там такой вот начальник сидел, сказал, могу дать кирпич, только в два раза меньше. Вам нужен такой человек. Заплатите ему денежку, возьмите его, и он будет вас ограничивать. Он будет вам говорить, вы будете мучиться, злиться неимоверно на него, но вам надо себя контролировать, успокаивать. Он скажет, это мы можем делать, но в два раза меньше. А вот это вообще мы не будем сейчас делать. А зарплаты мы урежем всем. Нет денег на зарплату. И вы думаете, так они же разбегутся. Он скажет, нет, они разбегутся, привыкнут. У него совсем другое мышление будет, не как у вас. Он и вам тоже не будет давать денег. На зарплату, что он все будет урезать. И вы потом ему большое спасибо скажете, этому человеку, если вы его вытерпите, а если нет, тогда лучше заканчивать бизнес. Но если вы не возьмете такого человека, то вы просто все уничтожите в своей деятельности. Просто все уничтожите. Потому что у вас такой природы все ограничивать нет. Никогда не будет. Вы не сможете это никогда делать. Жалко денег на этого человека? Нет, я просто не знаю, в текущей ситуации что делать. Уже не рассчитаться с этими долгами никогда. Это тема нашей лекции. В текущей ситуации надо кое-что делать. Но это действие, оно не означает делать что-то снаружи. Еще один вопрос, мы начнем. Ваш вопрос, один. Я хочу поблагодарить за что вы сейчас сказали, потому что у меня была абсолютно такая же ситуация, и вот я нанял такого человека, вот это действительно работает. Прямо к настоящему. Спасибо большое. У меня вопрос другого характера, то есть вот сейчас сложившаяся ситуация, я столкнулся с моментом, что мои, скажем так, партнеры, клиенты не перечислили мне деньги перед Новым Годом. То есть резко заблокировалось большое количество платежей. Все обещают, да, обязательно, все отправят, все так далее, там набор людей, но... Как подумать, они отправят или нет? Не знаю. А надо знать. Не знаю. Я вам помогу в этом. И исходя из этой ситуации, я оказался в моменте, что я не смог выплатить за плаку своим сотрудникам. Порядка 20 человек. И теперь у меня вопрос, вот это вот мне тяготип, очень сильная ситуация. Я знаю, что она исправится, я знаю, как это все дело исправится, но вот конкретно в данный момент мне это мешает действовать, потому что вот такой груз на сердце. Вы говорите сейчас о психическом состоянии, не так ли? Потому что ваши люди, они не уйдут из вашей фирмы из-за того, что вы задержали зарплату. Правда ведь? У вас с ними хорошее отношение. Они начинают портиться. А это опять психическая ситуация. Спасибо вам. Вот все ваши вопросы подготовили нашу лекцию. Теперь мы ее начнем. Давайте разберем два способа вести деятельность. Один способ ведения деятельности в условиях, когда мир, все процветает, все хорошо. И второй способ ведения деятельности, когда начинаются какие-то трудности в атмосфере. Лидер должен различать состояние атмосферы. Тонкое восприятие реальности крайне важно для лидера. Он не может просто так, как бы, жить всегда одинаково. Надо научиться понимать, что происходит в пространстве. Так ли, как всегда, воспринимают ситуацию люди вокруг. Страны между собой относятся, как раньше, или что-то поменялось. Часто люди думают, что это результат мышления какого-то одного человека. Или какая-то одна заноза есть у нашей страны, которую если вырвать, то там все будет хорошо. Там кто-то из стран виноват в том, что происходит сейчас. Понимаете, это мышление очень однобокое и неправильное. Оно не дает возможности понять человеку, что происходит в целом. Это мышление, оно основано на отсутствии трезвого восприятия мира и пространства. В пространстве сейчас создаются энергии насилия. Она будет нарастать еще 3-4 года. И то, что сейчас произошло в России и на Украине, это просто начало вот этого движения, движения сил в пространстве, которые приведут к сильной полярности в конечном счете во всем мире. Создадутся противодействующие силы во всем мире. Понимаете, и как разглядка произойдет в виде войны или в виде того, что они как-то смогут договориться, никто не знает. Но факт остается фактом, что то, что происходит сейчас у нас, это 100% скоро начнет так же происходить и в Европе, и в Америке, и во всех других странах. Ну то есть ситуация в мире, она бывает или мирной, когда все могут развиваться, процветать, дружить друг с другом, или нагнетается какое-то противодействие. И это противодействие не касается не только стран, оно касается также наших предприятий, наших семей. Это просто влияние атмосферы, влияние пространства, психической энергии, которая существует в жизни. Кто из вас это почувствовал, что именно так дело обстоит? Поднимите руки. А кто считает, что просто что-то не повезло как-то, что-то не то случилось, и все покатилось кувырком? Поднимите руки. Ну то есть ясно, что что-то происходит глобальное. Ведь так ведь? Не просто же, что вот так раз и за несколько месяцев отношения начали резко портиться между странами, целыми континентами, как бы отношения рушатся и рушатся, и дальше, и дальше. Это идет неотвратимо. Интересно посмотреть на мышление людей. Раньше люди очень боялись вообще думать о войне и о том, чтобы кого-то убивать, о том, чтобы увеличивать вооружение и все прочее. Но сейчас все счастливы от этого. Посмотрите, если, допустим, на русских людей. Смотрите, многие люди, они еще радостно смотрят новости, сводки новостей с линии фронта и так далее. Им очень хочется победы. Не мира, а победы. Всем очень хочется кому-то что-то доказать. Тем то доказать, этим то доказать. Каждый доказывает свое. Это что, просто нам не повезло? Или это система, которая связана вообще не с нами? Это просто пространство так влияет, что она создает полярность вот такую в сознании, в мышлении, в поведении людей. Вот, допустим, на Западе думают, что если они возьмут и уменьшат силу рубля, и люди станут бедными, то они тогда будут против президента. А происходит все наоборот. Почему? Потому что есть силы, которые влияют с разных сторон на разных людей. На одну сторону влияет одна сила, на другую сторону влияет другая сила. И эта сила создает настроение в обществе и так далее. Зачем я об этом говорю? Я об этом говорю, что лидеры, они должны видеть немножко со стороны, что происходит. Это видение со стороны — непростая вещь, потому что оно возможно, если сердце спокойно. Если в сердце у человека мир, он способен с позиции мира и чистоты смотреть на все, то он как бы немножко отстранен от всего, но ему все равно же придется действовать в этой ситуации. Он не может не действовать, потому что лидерам надо делать свой бизнес, кормить людей, платить зарплаты. Все это делать все равно придется, несмотря на то, что идет тотальное разрушение возможностей. А это разрушение возможностей, оно не зависит от конкретной какой-то страны. Это так действует атмосфера, влияние атмосферы. И бизнес в условиях хорошей кармы, он не требует дополнительных усилий от человека. Ему не надо сильно как бы работать над собой. Если у него хороший период психически идет, если он сам нормально себя чувствует, хорошо психически, если у него нет никаких бзиков, то у него идет нормальный бизнес, нормальная деятельность, все хорошо. Если карма страны хорошая, то внутри страны очень мирные отношения. Страна строит мирные отношения с другими странами. Идет развитие. В этом случае как бизнес можно развивать? Бизнес можно развивать в сторону взаимоотношений с другими странами. Можно делать новый какой-то бизнес необычный. Можно инвестировать деньги в бизнес. Можно планировать бизнес на несколько лет вперед, чтобы потом получить результат, а сначала как бы вкладывать. Можно вкладывать средства в бизнес, в котором нет сильно большой нужды для людей. Например, бизнес, связанный с роскошью, когда идет мирное состояние. Роскошь. А какие-то, допустим, туризм какой-то там необычный, на каких-то непонятных островах. И так далее. Ну, то есть, любую деятельность, которая может привлечь людей, которым надоело просто так жить, им надо что-то новенькое и так далее. Теперь давайте возьмем ситуацию, в которой строится бизнес в условиях плохой кармы страны. Первое, что нужно понять, что в этой ситуации надо вообще сначала забыть о бизнесе. Потому что плохая ситуация психическая в атмосфере страны подразумевает прежде всего, что человек должен сначала успокоить свое сердце. Потому что если его сердце не будет спокойным, ответ на ваш вопрос, где вот мужчина задавал, если сердце не будет спокойным, то это спокойствие не передастся подчиненным. Ведь все зависит от вашего состояния психического. Как Суворов. Представьте вот эту колоссальную крепость, в которой количество солдат больше, чем тех, кто штурмует. Это исторический факт. И солдаты стоят перед Сувором. Он им говорит, или с радостью возьмем этот орешек, или славно погибнем. Ну, понимаете, с точки зрения как бы здравого смысла, это безумие. Ну, как с радостью можно его взять, если там больше людей, вооружений, чем те, кто нападает. И что это за славная такая вещь, если человек погибает? Ну, так как Суворов, понимаете, это личность необыкновенная. У него столько душевной силы, что он сразу вдохновляет целую армию. И солдаты вдохновленные идут и это делают, понимаете? Они ломают все рубежи, преграды и прорывают все, понимаете? Уничтожают противника. Мы не Суворовы, но у нас есть своя сфера жизни. Вот у вас есть сейчас ваша сфера жизни. Первое, что в вашей жизни есть, это ваше собственное сердце. Знаете, что начало победы находится здесь. И здесь сейчас нет устойчивости само по себе. Вы привыкли, что там все нормально, что я крепкий, сильный человек, могу управлять другими людьми. Вот почему вы лидер по природе? В чем причина? Вот почему вы лидер? Это правда. Это правда. Еще. Умение организовать. Это правда. Вот смотрите. Но это правда поверхностная очень. Самое главное и первое. У вас больше силы, спокойствия и уверенности, чем у других людей. Именно это привлекает подчиняться такому человеку. Сама квалификация организовывать, это хорошо, но полной уверенности нет. Полная уверенность, когда у вас есть сила, способность не печалиться и не радоваться в критических, трудных ситуациях. Когда вы очень устойчив внутри себя, по природе просто. По природе. Само по себе это происходит. У меня была критическая ситуация одна, и как бы она касалась двух человек. Меня конкретно колбасило, а тот человек, который рядом находился, он говорит, да все нормально. Хотя его тоже так в полной степени касалось. Это вопрос, ведь состояние сердца только, понимаете? И это все нормально, оно сильно помогло. Ну то есть, это реально дает силы, и все, и все получается потом. Есть два типа людей, которые ведут за собой. Одни из них опираются на свою внутреннюю силу, а вторые опираются на свою внутреннюю силу, пока это возможно. А потом начинают опираться на ту силу, которая сильнее моей. И есть только один способ такой опоры. Это вера. Это же исторический факт, что Сергий Радонежский молился две недели, когда Куликовское сражение шло. И князь Дмитрий, по-моему, который пришел и благословение у него получать, он думал о Сергии Радонежске в это время. Понимаете? То есть, эта сила, она шла от святости, от святого человека, который постоянно думал о Боге. Понимаете, мы все души, то есть, мы духовные искорки. У нас есть определенный запас благочестия. Все, что вы перечили, способность организовывать, способность вдохновлять, наказывать, понимать ситуацию, и так далее. Предвидеть, все это разные виды благочестия, которые человек получает с прошлых жизней, за свои добрые дела. Этот запас благочестия дает возможность быть разного уровня лидером в обществе. Но когда наступает тяжелая атмосфера, тяжелая ситуация в стране, то это благочестие, оно все разбазаривается просто на то, чтобы сохранять спокойствие. Можно ли делать бизнес, когда летают пули? Может быть, у кого-то и можно, у кого хватит на это сил. Но все силы будут уходить просто на то, чтобы успокоить свое собственное сердце и успокоить тех, кто находится вокруг. Может быть, пули сейчас и не летают, но просто надо понять одну простую вещь, что это является главной деятельностью сейчас. До этого это само собой у вас получалось, чтобы вы могли легко повлиять на людей своей силой внутренней. А сейчас эта сила вся растрачивается на ту ситуацию, которая происходит вокруг. И вам надо сейчас очень достаточно много времени в жизни уделять тому, что вы ставите перед собой ваше понимание святости. Может быть, изображение святого человека, может быть, это будет книга духовная, может быть, это будет воспоминание воспоминание о жизни святого человека. Может быть, это будет звук, но звук обязательно нужен. Звук — это сильная штука, которая влияет на разум. То есть вам надо погружаться в внутреннюю жизнь. То есть вам надо ставить что-то святое перед собой, включать голос человека, которому вы доверяете в духовных вопросах. В его настроении, в его эмоции начинаете просто читать молитву своей веры, своей вере. Постепенно во время этой молитвы происходят следующие вещи. Первое. Вы начинаете просто настраиваться на звук. У вас собирается сознание в одну точку. Потом дальше приходит время, и ваши все проблемы всплывают в вашем сердце. Если вы в этом время не растеряетесь и не подумаете, что надо думать или о проблемах, или о молитве, а соедините это все вместе и скажете, вот моя жизнь, она вот из этого всего соткана, а я хочу свою жизнь посвятить этому святому человеку, с ним как бы делиться своей судьбой. Начинаете во всем этом молиться, то все ваше внутреннее пространство объединяется тогда, и вы начинаете вместе со всеми вашими проблемами думать о святом человеке и молитву читать. Следующий этап это спокойствие в сердце. Когда спокойствие возникает, это значит, что объем работы оценен, психической вашей, и он уже имеет достаточно силы в отношениях со святостью, у вас накопилось достаточно силы, света внутрь пришло достаточно, чтобы вы решали уже вопросы своей судьбы и вы знаете, сколько надо усилий совершать над собой уже вам известно, чтобы сердце спокойное стало. А следующий после этого этап это знание, что делать. Оно также в сердце возникает в результате молитвы, как и спокойствие. Вы пробовали хоть раз это делать в своей жизни? Утренние практики часто люди как делают? Они просто повторяют «Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю». Ну, никому это интересно, ни Богу, даже вот девушке, что если ты хочешь сказать «Я тебя люблю», надо вспомнить, как вы встретились, вспомнить ее глаза. И вот на основании этой памяти, вот то, что память вы эту как бы включили, вы можете ей просто спокойно тихо сказать «Я тебя люблю». И она реально это поймет. Часто люди практики делают, просто знаете, вот надо как-то ум успокоить, они тараторят что-то, и от этого тараторивания ум так раз и пришел в спокойствие. Но, понимаете, мы говорим сейчас о разуме. Внутреннее пространство человека, оно связано с судьбой человека и с его разумом. Разум — это единственная сила, которая может кратчагом сделать судьбу. Понимаете, разум — это то, что связано с волей человека, верой человека, его способностью быть трезвым, устоять от эмоционального шока, потрясения, его способности не трусить, никого не осуждать, не злиться. Это деятельность разума. Она укрепляется в отношениях со святостью. Я вчера проводил тренинг. Кто из вас был на этом тренинге? Вот это то, что надо делать сейчас вам всем. А кто не был, послушайте, там очень много советов, и мы просто три часа с залом общались на эту тему, что делать. Я просто сейчас призываю вас, может быть, нету какую-то технику, может, у вас свой способ есть, может, вы приходите на службу, стоите на службу религиозной, духовной какой-то, и во время службы эти все процессы у вас в сердце проходят, потому что вы верите в ту атмосферу, которая в храме создана. Или вы приходите на мощи святого человека и там сидите с ним, и у вас это всё в сердце происходит. Но если вы этого сейчас делать не будете, то не установив правильное состояние в своём сердце, человек не может никому помочь. в этой ситуации, в которой у всех сердца набекрень. А вы лидер, вам надо это сделать обязательно. И люди сейчас смотрят не на то, дадите вы им зарплату или нет, к вашему сведению, они смотрят на состояние вашего сердца. Если ваше сердце находится в напряжении, печали, страхе, то они боятся ещё больше. Потому что все, кто младше, верят старшего, само собой. у них нет другого выхода в жизни. У вас сердце стало получше сейчас. Я это вижу реально. Как же проводить бизнес в условиях, в которых всё разрушается? Вот давление этого насилия. Для этого нужно понять, зачем он нужен вообще, бизнес в это время. Первое, что нужно понять, что у деятельности всегда есть две фазы. Первая фаза это фаза укрепления и становления. А вторая фаза развития. Часто люди думают, что если они возьмут большой кредит, то они могут легко создать бизнес какой-то. Это полное безумие так думать. У меня есть все квалификации, у меня как бы есть, я знаю схему, как бизнес построить. У меня всё как бы написано. Я точно знаю, что делать и как. Но брать большой кредит и начинать бизнес, это безумие в этом случае. Почему? Потому что первая фаза такая, она очень неприятная для многих людей, но она самая главная. Первая фаза заключается в том, что надо деятельность начинать отрабатывать на маленькой схеме. В это время происходят следующие вещи. Ты понимаешь, как эта деятельность формируется в условиях конкретной страны, конкретных людей. Второе, у тебя появляются помощники, которые тебя не подведут. Ты учишься сотрудничать с ними и постепенно учишься опираться на них, они становятся квалифицированными. Третье, у тебя создаются связи, отношения, в которых ты можешь постепенно развиваться. И когда у тебя хватает силы все это создать, это ядро, маленькое ядро, на которое отрабатывается схема. Знаете, на что Суворов больше всего сил, денег потратил и средств перед тем, как взять эту крепость? Он такую же крепость построил рядом и там просто замучил всех, понимаете, люди лазили на эту крепость много раз. Одни лазили, другие не давали лазить, потом менялись местами. Так много месяцев подряд, понимаете, а потом бабах и все, и никаких шансов что-то сделать с этим. Нужна сначала маленькая схема, а это даже долго ждать, мне надо сейчас, я же такой сильный, большой, мне нужно все, весь мир победить сейчас, а сейчас невозможно. Поэтому первый этап вот этот вот становление, он крайне важный, и нам там надо быть очень скромным на этом этапе, не нужно много что-то делать, немного денег, много не надо, надо просто отрабатывать, изучать ситуацию, а потом когда все стало сильным, можно бац, кредит, и пошло все вшире развиваться. Но сейчас, когда начинается давление, вот это оно только начинается, понимаете, где-то в течение 3-4 месяцев мы увидим, я так думаю, где-то к июню месяцу кульминацию, потом смягчаться начнет. Будет жесть просто, но я в молитве так почувствовал, когда в 12-м году мне все спрашивали с какого места конец света начнется, мне было смешно, потому что никакого конца света я не чувствовал. Бог правда подсушетил надо мной, он сделал колец света в поселке, где я живу, там выключится свет на 2 часа в это время. Мы все смеялись конечно над этим концом света. Когда ничего не будет, люди всегда начинают кричать, какие-то паниковать, что-то происходит, вы понимаете, а когда, вот я сейчас вам из священных писаний приведу очень важный пример, который надо знать. Когда человек реально чувствует, что у него будет какая-то опасность, то какая-то опасность будет, но не сильно большая. А вот когда человек должен умереть, уйти из жизни, то за 3-4-5 дней до этого момента у него проходят все боли, меняется настроение, ему становится хорошо, он успокаивается и думает, что он начал выздоравливать. Кто видел эту картинку поднимите вы? Да, это означает, что смерть неминуемо уже пришла. Когда наступает тяжелейшая ситуация в жизни государства какого-то, то все как бы на подъеме в плане ситуации. у нас все хорошо, мы победим, там все классно. 41-й год, июнь месяц, песни, которые пели в это время. Раскаленное солнце тихо с миром прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви. Знаете, такая атмосфера, такая балдежная, спокойная, все классно, а там уже танки, самолеты. Видите, мы все а, ура, там, даешь. Это признак того, что что-то серьезное происходит, не то, что там у нас все будет разрушено, у меня нет такого настроения, я такого не вижу, я вижу развитие в России, но когда ситуация серьезная, то люди в это время меняют свое поведение, они перестают реагировать, как вот сказали Аддонистские не понимают, что у них летают снаряды, потому что так всегда и происходит, что люди, когда находятся в самом центре событий, где смерть присутствует, они не чувствуют ее, смерть имеет очень сладкий вкус, понимаете, она очень сладко нежно обволакивает, успокаивает, она не дает возможность понять, что происходит, поэтому солдаты сражаются там спокойно, с удовольствием стреляют, как в игру какую-то играются, понимаете, а когда кого-то убивают, они тоже это не осознают, он говорит, трехсотый, трехсотый, у нас один трехсотый. Ты же тоже, брат, может быть трехсотым скоро. Итак, когда что-то серьезное происходит, то люди перестают ориентироваться в ситуации, у них нет возможности понимать будущее, прошлое, настоящее, они просто вовлекаются в эту ситуацию, в ней потоком одним идут, но лидеры не должны так жить, понимаете, лидеры должны быть выше ситуации, и надо просто понять формулу, что значит быть выше в ситуации, формула возможности быть выше только одна, это достигнуть мира в сердце, мира в сердце, вот допустим тебе надо выполнять свой долг там ехать с кем-то сражаться, хорошо, это твой долг, нет проблем, ты можешь это делать, но если ты не достиг мира в сердце, ты не сможешь это сделать правильно, ты будешь ненавидеть кого-то, злиться, начнешь стрелять в нормальных людей, которые вообще никак, никаким боком не связаны с этим во всем, понимаете, то есть ты станешь Бармалеем просто, не человеком, который выполняется, а Бармалеем, который злой человек, просто злым человеком станешь, если у человека есть мир в сердце, он просто в любых критических ситуациях выполняет свой долг. И когда у человека есть мир в сердце, он способен вести за собой других. Мир в сердце указывает на сильный разум. Признак силы разума это отсутствие трех вещей. Давайте я прочитаю один стих священных писаний. Тот, кто не теряет равновесие ума даже перед лицом тяжелейших страданий и не сильно вовлекается в эмоциональное состояние счастья перед лицом счастья, тот, кто избавляется от трех вещей, двойственности означает мы хорошие а не плохие, страха и ненависти кому-то или гнева такого человека называют невозмутимым мудрецом. Что такое мудрец? Это человек с сильным разумом. У кого сильный разум? Сильный разум означает лидер, способный руководить человек, способный действовать, способный вести за собой других. Это значит, что именно к этим вещам надо стремиться. Если страдания начинают вовлекаться твое сердце за собой вести, то надо выйти из этого состояния. Если сильно счастье тебя одолело, выходи из этого состояния, ты лидер. Есть три вещи, которые точно разрушают разум. Первая вещь страх. А что дальше это будет? Олег Геннадьевич, что дальше это будет? Первое, это все уже дальше лидерство закончено. Если вы лидеры, то вы не должны ввлекаться в состояние страха. Страх побеждается верой. Есть солнце, то есть есть Бог, есть святые люди, которые светятся, потому что они связаны с солнцем. Если человек настраивается на святость, у него немедленно в сердце проходит страх. За страхом следует двойственность. Раз есть объект страха, значит мы хорошие, они плохие. Двойственность бывает трех видов. Первая, двойственность религиозная, у меня хорошая вера, у него плохая. Вторая, двойственность национальная, у нас хорошая нация, у них плохая. И третья, двойственность культурная, у них плохая культура, у нас хорошая. Любая двойственность разрушает разум. Когда человек увлекается в двойственность, он теряет самообладание, он не может уже находиться в спокойном состоянии сознания, чтобы дарить людям веру, счастье, заботу и трезво оценивать ситуацию, он уже не может в этой ситуации. Имейте ввиду, что то, что я сказал, не означает невыполнение своего долга. Если долг сражаться, сражайся, но научись быть невозмутимым мудрецом, если ты хочешь успеха вообще в своей жизни, любой деятельности. Всегда лидер сражается. Вы лидеры, вы всегда сражаетесь за свои предприятия, за то, чтобы все нормально было. Нужно воевать, совершать аскезы, преодолевать трудности, нужно гарантировать что-то людям сейчас. Я вас не утомил? Все нужно? Нравоучение читает тут нам. Вот. То есть три вещи. Первое сначала страх. Не избавился от страха. Началась двойственность. Мы хорошие, они плохие. Мы за наших, против чужих. И дальше идет гнев. Или ненависть, злоба. А это уже все. Если злоба началась, до свидания коллектив и вообще что-то нормальное в моей жизни. Эта злоба ведь не обрушится на тех, кто враги. Она на кого обрушится? Она обрушится на тех, кто у тебя подчиненный. На твою жену или на твою мужа. понимаете? Ты создал злобу в отношениях с каким-то незримым противником, а злоба это потом будет разрушать твою собственную жизнь. Потому что то, что в сердце, то и действует. Если в сердце мир, в отношениях со всеми мир. Если в сердце злоба в отношениях со всеми злоба, лучший среди людей Арджуна поистину достоин победы тот, кого не выводит из равновесия радости и беды, то всегда остается спокойным и невозмутимым. кто-то живет в этом мире одинаково принимает, с одинаковой силой принимает и хорошее и дурное, устойчиво находится в своем сознании, не радуясь и негодуя, обладает истинным знанием. Как определить, что я правильно понимаю вещи? Если я правильно понимаю вещи, то у меня вот это состояние сознания возникает, где меня не выводит из равновесия то, что происходит. Это значит, что у меня направленность в жизни правильная. Я действую в правильном ключе. Если я вышел из равновесия, значит, что-то не то происходит в жизни. Это критерий. И если вам хочется сделать так, чтобы все было хорошо и в отношениях с теми, кто является, они должны деньги вам дать, но если вы начнете нервничать, они будут злиться на вас, будут оттягивать. А если вы слабость характера проявите и быть перед ними или бизить, они тоже будут оттягивать. Скажут, да, подождет еще. А если вы спокойно им скажете, спокойно, очень уверенно, это только по голосу можно определить. Здесь слова не помогут. Мы будем ждать дальше. То они быстрее отдадут вам. Только это может помочь. если вы спокойно скажете своим подчиненным, что они скоро отдадут, то они по вашему голосу взвесят, отдадут или нет. Они не поймут, не поверят чисто слову, но они услышат в вашем слове звон вашего сердца. Если этот звон будет чистый и сильный, тогда они успокоятся, а если нет, тогда нет. Поэтому у вас нет другого выхода. Вам придется сейчас сначала установить правильное отношение со своим сердцем и с верой. Именно по этой причине нужны вот эти тяжелые периоды в жизни общества. Обязательно нужны. Для того, чтобы люди укреплялись внутри себя, для того, чтобы они становились крепкими. И те предприятия, которые будут правильно развиваться в этот тяжелый период, который, как я считаю, продлится еще два с половиной года в целом, если те предприятия, которые будут правильно развиваться силой станет колоссальным, то тогда, когда наступит благоприятный период, у них наступит что? Бабам! То есть они начнут очень быстро расти. И вот для этого как раз нужны эти периоды, когда человек должен заниматься укреплением и когда он должен заниматься расширением. Современное представление деятельности и бизнеса направлено только на расширение. Об этом только и речь. Никто не говорит вообще об укреплении. Никто не говорит о том, что надо создавать соратников в своей деятельности. Что если кто-то враждебно в коллективе настроен, надо им говорить до свидания. Что нужно создавать атмосферу в коллективе. Это очень важно, потому что такие периоды тяжелые, именно атмосфера спасает людей, а не что-то другое. Одни платят много денег и все разбегаются, другие платят мало и все остаются. Какие виды деятельности хороши в то время, когда наступает такой напряг? Первое, что нужно сразу себе сказать, что не надо рассчитывать, что он сейчас скоро закончится. Президент страны махнет волшебной палочкой и рубль и все. вот об этом думать не надо, понимаете, это детский сад. Все мы находимся под влиянием энергии, сил, которые существуют в этом мире и в том числе президент страны. Когда придет время, тогда он сможет все успокоить, без всякого сомнения. Ну а сейчас надо понять, что делать и как жить. Какие-то виды деятельности сейчас хороши. Деятельность связанная с самыми необходимыми вещами в жизни, что человеку нужно в жизни. Ему нужно кушать, спать где-то нужно, ему нужно одежду носить, тепло ему нужно человеку. Тепло же нужно, правильно? Соль нужна, хлеб, какие-то простые вещи, да? Какие-то простые вещи. Где нужно строить бизнес? Внутри страны, потому что отношения рушатся, когда напрягая напряжение в атмосфере создаются, отношения рушатся, поэтому бизнес надо делать внутри самых крепких отношений, внутри структуры, в которой ты находишься. Дальше, хранить надо людей? Надо. лечить надо? Надо. Вот это то, что очень трудно развиваются в обычное время, такие виды деятельности, там, с питанием связанные, а вот в это время как раз они будут очень хорошо развиваться. Люди самые насущные потребности будут удовлетворять. Опять же отдых. Ну, отдых надо развивать, если сферу отдыха, то только внутри страны сейчас. Вот смотрите, когда Советский Союз жил в условиях конфронтации, как сильно развивалась инфраструктура отдыха внутри страны. Все вот эти лагеря пионерские, дома отдыха, которые сейчас все погнили, они же функционировали с большим успехом. Почему? Потому что было такое время конфронтации как раз. И оно сейчас опять наступает. Это очень хорошо развивать эти виды деятельности в это время. И вкладывать туда силы. 100% гарантия, что там будет устойчивость. 100%. Не может быть такого, чтобы люди перестали кушать. Ну не может быть такого. И болеть все равно будут. И так далее. Я разок консультировал одного человека, который на кладбиси работает. Он не сам там работал, он менеджер этого все. И он такой спокойный, такой невозмутимый. говорю, что вам дает спокойствие? Он говорит, никакие кризисы на меня не повлияют. Он говорит, ты лечишь камнями, я тоже камнями, но мои камни надолго, твои могут подходить, могут нет, а мои подходят навсегда. Ну так далее. Это шутка, как бы, ну, просто попытайтесь понять, что сейчас делать, какие виды деятельности хороши сейчас. И в обычной ситуации это не работает. Вот заниматься, допустим, столовки делать, бизнес вот этот, столовую создать, это вообще просто для бизнесмена это вот лучше застрелиться, чем таким видом деятельности. Ну, никакой прибыли вообще, просто один геморрой. А вот когда кризис, самое милое дело, не рестораны открывать, а просто общий пит развивать, просто людям кушать. В Москве некогда же дома не покушаешь, на работе человек все время, работать будут больше люди по времени, поэтому нужны столовки просто, в которых люди будут кушать, и очень классный бизнес, устойчивый, сто процентов, что ничего не будет с ним, все хотят кушать и так далее. Мышление парадоксальное получается. Обычно развитие дает то, что как бы там драгоценности продавать там и еще что-то такое, а вот в это время развитие дает такие вещи, которые требуются общей, пользуются общим спросом. И даже одежда должна попроще быть, продаваться попроще, поэффективнее, чтобы она была крепкой, надежной и простой, не такой дорогой, и будет хорошо развиваться эта деятельность. Может, кто-то со мной не согласен? Да? У меня вот друзья стоят с рук, а другие друзья стоят на тех с удовольствием. И тоже все очень плохо. А еще... Ну, все правильно, как бы, плохо означает, что не так, как раньше. Но вот как вы думаете, кто больше быстрее разорится, тот, кто возит в Майами людей, или тот, кто продает одежду? И тот, кто продает простую одежду, или тот, кто продает дорогую? Вообще, наверное, это не совсем к вам вопрос, это... Нет, это ко мне тоже вопрос, почему? Ну, вот я вас спрашиваю, кто быстрее разорится? Ну, люди просто не смогут поехать за рубеж отдыхать, но не смогут. как, как? А? Уже не поехали. Отношения рвутся, понимаете, нет отношений. Я думаю, просто не так просто, вот у меня нет денег, я пойду дорогую одежду покупать или нет? Ну, зачем она мне нужна? У меня курточка износилась, куплю новую, попроще. А вы же сами сказали, что люди в большинстве своем, они в момент кризиса не паникуют как раз. Они также ездят в супермаркеты вместо того, чтобы пытаться одеть что-то подешевле. А мы сейчас не об этом говорим, говорим о возможности людей. Они могут ходить, ездить в супермаркет, но если денег нет, они там ничего не купят. Вот ходить, ходить, допустим. Можно еще один вопрос? Я просто не успел раньше спросить. Тот же вопрос, который в прошлый раз. С утра я молюсь, я делаю йогу и что какой результат этого всего? Супер. Чтобы из него что-то делать. Супер, спасибо. Вот это очень ценно, то, что вы сказали. Очень ценно. Что-то обменяемое вообще делать. Очень ценно. Но моя жена вообще волнуется, если она просыпается, а я например молюсь, а не ремонт делаю. Это всегда вызывает волнение. И я здесь хотел какого-то совета получил. Очень смиренно себя вести с ней. Надо ей посадить ее на колени, погладить ее по голове и сказать слушай, смотри, я у тебя такой хороший, и это для тебя делаю, и то, но у меня есть один бзик. Вот для того, чтобы мне это все делать, мне надо немножко пожужжать, посидеть. Это успокаивает мне нервы. Понимаешь? На ее уровне объяснить это все. И она успокоит сразу все. А вы наверное говорите смотрите сколько всего не сделал, ты мог бы за это время вот это сделать? Вы скажите я обязательно сделаю другое время, дополнительное время возьму и сделаю. это уже ваши проблемы. Давайте мы сейчас от вас отвлекемся и я хочу немножко закончить мысль и потом дальше немножко с вами пообщаемся потому что первый вопрос влияние кармы страны на личный бизнес мы как бы чуть-чуть раскроем это так вот курс делать итак давайте еще один вопрос рассмотрим который выводит человека в целом из устойчивого состояния и ведет его в какой-то неожиданный полет жизни который может все разрушить как вы думаете если боль входит в сердце какие две основные реакции бывают вот боль меня кто-то причиняет боль какие две основные реакции да то есть то есть правильно две реакции первая реакция фанатичная конфронтация с противниками страны на боль боль сейчас из дней идет от других государств идет боль на нашу страну жесткая конфронтация с противниками страны вторая реакция фанатичная конфронтация с правительством если фанатичная конфронтация с правительством сейчас приводит к быстрому результату результат наступает очень быстро потому что у правительства нет другого выхода придется быстро реагировать и ваш бизнес очень быстро закончится в России то конфронтация с противниками страны она может быть и укрепит как-то укрепит внешне но интересные вещи начнут происходить дальше это вызовет определенный крен мышления когда человек фанатеет какую-то сторону то этот крен мышления несомненно приведет к тому что он противников противников своей жизни начнет видеть гораздо больше и чаще и шире чем положено для того чтобы жить устойчиво в результате многие станут противниками и в результате человек разрушает свою жизнь постепенно разрушает свою жизнь этому лучше всего третий тип реакции то есть когда человек вот смотрите идет давление энергии насилия когда человек вовлекается с какой-то стороны в это давление то он идет как бы он плывет по волне понимаете то есть есть шторм и шторм его засосал понимаете то есть он уже не контролирует себя он находится внутри системы которая куда-то движется и куда система движется туда его понесет он попадает в открытое море мышления но если человек способен сохранять спокойствие разума в равновесии в мире с помощью молитвы и настроем на святость единственный способ это сделать нет другого способа потому что только божественное всегда устойчиво ко всему оно всегда в равновесии оно никогда никуда не движется никуда не сюда настроение мира всегда нужно для развития если вы сохранили настроение в мире внутри своего сердца тогда по крайней мере с вами в этой ситуации все будет хорошо почему потому что когда будет совсем плохо если у человека в мире в сердце находится он знает точно куда ему податься в это время его не понесет ни туда куда надо а если вы сохраните мир внутри вашего коллектива ваш коллектив выживет если вы сохраните мир внутри вашей семьи семья выживет Почему? Потому что состояние мира рождает трезвость мышления, дает возможность понять, что делать. Есть же разные способы реагирования, или смотаться отсюда, или остаться здесь, или переехать куда-то в другое место, или делать то же самое, или менять деятельность. Это все возможно понять только в состоянии спокойного разума, а не суеты. А спокойствие человек напрочь лишается, если он вовлекается в три вещи. Первое — страх. Второе — двойственность. Мы хорошие, а не плохие. И третье — злоба. Это разные просто степени одного и того же, что называется болезнью разума, или неспособностью быть трезвым и спокойным. И вы сейчас можете видеть, что это явление массовое сейчас. Это то, что происходит везде, со всех сторон. Люди находятся в трёхких состояниях — страх, двойственность и злоба. А лидеры общества должны быть вне этого всего. Вне этого всего. А теперь мы обсуждаем. Что-то занимается духовной практикой. Внутреннее молитва, йога у каждого с вами есть состояние, которое получаешь спокойствие. Потом начинается день и не хватает, я не знаю, может быть не только у меня, А вот не хватает силы, а вот это состояние парфит? Спасибо вам за этот вопрос. Супер вопрос. Давайте серьезно погрузимся в эту тему. Вы во время своей молитвы достигаете спокойствия в своем уме, но в состоянии разума спокойствия не возникает. Причина заключается в том, что в время молитвы не вовлекаете свою жизнь в молитву. Допустим, люди задают вопрос, ну зачем Богу нужна мое одиночество? Зачем я ему должен его показывать? Вот я одинокий человек, если Бог захочет, он меня женит. А если не захочет, не женит. Но Бог тебя давно уже хочет женить, просто тебе не положено по судьбе. Чтобы тебе было положено, ты вовлеки в процесс молитвы свою жизнь. Просто покажи Богу, вот я одинокая, я хочу жить правильно, по-другому. Господь, я хочу тебе служить в более лучших условиях судьбы. Пожалуйста, помоги мне, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. И чтобы это правильно делать, еще надо слушать голос того человека, который в правильном настроении находится по отношению к Богу. Тогда появляется сила. И постепенно вот эта тяжесть, этот груз жизни, он выходит из сердца. Сначала внутри ты осознаешь его, потом постепенно он становится легче. Понимаете? Но когда человек реально не отвергает все, что у него в жизни есть во время молитвы, и не отвлекается только на молитву, и с другой стороны, во время молитвы не отвлекается только на то, что у него есть и забывает про молитву, а соединяет это все вместе, как свою жизнь, которую он хочет отдать Богу. Тогда в момент деятельности, в течение дня, состояние тяжелое не возвращается. Потому что оно возвращается по той причине, что молитва имеет поверхностную природу, она не влекает вашу жизнь. Я уверен, что завтра будет другая молитва. Сто процентов. По вашим глазам видно, что вы все поняли. Да? Ваши вопросы дальше? Самая лучшая лекция на эту тему у меня была в Киеве. Люди просто всасывали информацию. Просто необыкновенно. У них сейчас настолько тяжелая ситуация в жизни, что они просто вот, вот просто вот все на лету ловят. Удивительно просто. Я боился долго туда ехать. Думал, что меня закидают тухлыми яйцами, потому что я русский. Ничего подобного. Люди меня ждали, и у них нет такого в сердце совсем. Это надумано, что у людей есть вражда там по отношению к нам, и что у нас к ним. Это все надумано. Когда приехал в Европу, первое, что я спросил у своих друзей, я говорю, у вас правда вот этот вот гомосексуализм тут у всех? Вот так вы как бы типа уже подружки и друзья друг с другом. Они говорят, да это знаете, это какая-то тусовка там есть, она этим занимается. А в основном люди вот так живут совсем по-другому. Порядочные семьи и так далее, как бы правильное отношение в семье. С Украины одна женщина в Россию переехала и говорит, я сначала думала, что меня здесь на органы распродадут. Потом успокоил, смотри, люди нормальные, друзья. И там тоже нормальные. Здесь люди нормальные, просто есть две силы полярные. Они меня это спрятают. Все. Надо быть вне этих сил для того, чтобы устойчивость была в жизни. Но это не значит, что надо быть против политики страны и так далее. Это тоже безумие. Нужно поддерживать правительство, потому что ему тяжело сейчас, ему очень тяжело контролировать ситуацию. Страшная ситуация, тяжелая. Надо поддерживать и ни с кем не враждовать. Вот это устойчивое положение в сознании. Дальше вопросы? Мы обсуждаем, да? Как вас зовут? Олег Геннадьевич, пожалуйста, перед Новым годом лекция была. Я была с учетом. Вы сказали, какую рекомендацию дали, что нужно в России в классе на Крыму езжать. И фоном вот прослеживается вот это, вот мы в России, мы в Россию, в Европе, там вообще, где-то там, в США, все равно это прослеживается. Вот сейчас, вы как раз подметили, что на самом деле везде есть хорошие люди. Да. Ну и путешествуют. Я бы себя открыла везде хорошие люди. Везде хорошие люди. Правильно. Даже в России есть. Совершенно верно. Так, получается, зачем вообще это нагнетает? А никто не нагнетает. Так действует энергия времени. Вот смотрите, вы такая симпатичная девушка. Вы очень симпатичная девушка. Ну, зачем вам стареть? А мне надо стареть вообще, ни в коем случае. То, что я сейчас время так действует. Оно, когда человек маленький, то судьба в нем действует очень медленно. И поэтому детство, это самое красивое время в жизни. Человек счастлив во время детства. То есть у него такое счастье. Карма, время действует очень медленно. Почти вообще никак не действует. В старости, наоборот, вся судьба очень вылазит сильно наружу и напрягается все силы человека. Старость не радость. Тяжело, потому что много-много-много судьбы выходит наружу в старости. А в молодости мало судьбы выходит наружу. Так действует время в психике человека. Оно постепенно сгущает энергию судьбы, трудности судьбы с возрастом сгущает. Время так действует в психике человека. А в социальной среде оно действует волнами. То тяжелая обстановка создается, то легкая. И когда создается тяжелая обстановка, то все равно есть какие-то личности, которые на пике этой трудности находятся. А есть, которые как бы меньше в этом участвуют. И обвинять этих людей, что они на пике, безумие. Потому что на них влияет больше времени просто и все. Есть смысл, потому что отношения разрушаются. И строить бизнес международный будет тяжелее. И тяжелее с каждым днем. Сейчас, может быть, у вас связи поддерживаются. Но могут быть запретительные какие-то меры со стороны государства, которые разрушат эти возможности. Это все возможно в ближайшее время. Но если у вас такая судьба легкая в этом плане, что вы всегда очень любите друг друга, и ваш бизнес не зависит никак от государства, то зачем вам все это терять? Строите деятельность шире. Без всяких сомнений, это все нормально тогда. У вас в сердце нет никакой вразды к людям. Замечательно. Строите деятельность шире. У меня было вот так. Спасибо большое вам за мерзию. Он не слушает мерзию, я вас слышала. Он плохой? Самый замечательный. Он, наверное, все-таки любит, знает. Все так дальше. Спасибо вам большое. Ваш вопрос, мужчина сзади, да? Спасибо вам, что пришли на лекцию. У вас сейчас личный тяжелый период идет. Независимо от страны, у вас личный тяжелый период. Параллельно это происходит. Параллельно это происходит. А зачем изучать физические знания? А зачем изучать физические знания? Ну, кто-то делает физические знания. Вы знаете, дело в том, что если говорить о нашем правителе, то удивительно, удивительные качества у этого человека. У него есть удивительный наставник. Я специально почитал книги отца Тихона, чтобы понять, что это за личность. У них достаточно серьезные отношения. Откуда я это знаю? У меня есть один знакомый, Владимир Георгиевич Жданов, который дружит с отцом Тихоном. Поэтому я знаю, что там происходит. Немножко. Я же не полностью. У меня не такие возможности, как у Владимира Владимировича изучать ситуацию. Я считаю, что у нас все нормально с правителями. Просто на них трудность, тяжесть более сильная. Трудность лежит более сильная. И поэтому и возможность действовать по-другому протекает. Знаете, я вам приведу такой пример. У меня в коллективе был один человек, который постоянно говорил, ну почему у нас руководитель все время злится, нервничает. Ему надо как-то спокойнее жить. Вести себя спокойнее с подчиненным. И так случилось, что он сам занял чуть-чуть небольшое руководящее положение. Не то, что там сильно, а чуть-чуть. И как только это чуть-чуть произошло, его так напрягло, он начал глазами сверкать, ходить. Я говорю, ты же говорил, что так не надо. Ты что так делаешь? Он говорит, ну одно дело говорить, а другое дело как бы войти в эту шкуру. А вы в шкуре были, нет? В шкуре были там, наверху. Нет? Тогда не судите. Потому что ответственность разная у всех. Сила влияния к судьбе разная на всех людей и по-разному действует. У одних больше испытаний в жизни, у других меньше. Не только ведические знания помогают миру. Я недавно открыл такую маленькую книжечку. Там вот в пустыне, в Сергиево-Посаде, в этом Серафиме-Саровского монастыря, вот в этом месте. Они, вот эти все старцы, они высказания напечатали, опубликовали. Я начал читать. Просто не оторваться. Удивительная мудрость во всех отношениях. Столько глубины. Не отвергайте духовное знание в других направлениях. Не отвергайте. Потому что в вашей фразе прозвучало именно это. Отвержение сейчас. Это признак недостаточной развитости вашего сознания. Действуйте, значит, в этом направлении. Попытайтесь шире мыслить. А вот девушка встала всю. Конечно, ваш. Ну, вы же девушка, значит, ваш. Девушки всегда первые. Они лучшая половина человечества. Так. Здравствуйте. Я очень рада. Я рад, что вы пришли на мою лекцию тоже за ним. Да, я-то, да. А вот со мной муж пришел. Для него было сюрпризом. Вот. Он не ожидал. А я больше ему рад, чем вам. Да. И рад. А вы не беспокойтесь, потому что мужчина, он контролирует общество. И все, что происходит в деятельности общества, находится под пристальным контролем мужчины. А женщина контролирует мужчину. Ей до общества, знаете, вот у меня есть мужчина, и она его контролирует. Я пытаюсь, но он не будет. Вопрос следующий. С момента изучения ваших лекций я очень много чего почитала. Пытала взять похуже, но не вас умеет. Ладно, перестаньте контролировать. Может, давайте по теме. Вот, по теме. Тема следующая. Мы развиваем бизнес, мы работаем сами на себе. То есть, типа, мужа свой, мы решили разбили. И, соответственно, у нас иногда возникают некие ситуации финансовые. То есть, теми, которыми мы встречались, например, год назад, два года. То есть, на одни и те же трассы, получается, иногда они выступают. Вот. Как с этим? Это не грабли ваши, это просто атмосфера, в которой мы живем. Допустим, те, кто живет в Казахстане, в селах, им очень опасно там жить из-за воровства. Там сильно воруют. Допустим, я тоже в селе живу, я там ухожу и как бы двери не закрываю даже, никто не ворует. Везде своя атмосфера, в каждой стране. И вот, допустим, ваша деятельность такая атмосфера, что вам иногда склонность есть не платить вам вот эти деньги, не выплачивать. Это просто тенденция атмосферы, в которой вы деятельность совершаете. И вы должны ее просто принять. И должны реагировать спокойно, требовать спокойно деньги. По-доброму относиться тем людям. Вот я знаю, что в строительном бизнесе так часто бывает, что затягивают с выплатами там и так далее. У вас какой бизнес? Ну, может, по-доброму. А у меня здоровое питание. Есть еще, знаете, такой момент, как вообще способ стиля отношений. У нас, допустим, я вам просто приведу пример. У нас в клинике один бухгалтер сидел, который вот люди приходят просто оплачивать деньги. И так получается, что в основном все в кредит лечатся. Посадили до углового бухгалтера, вот просто бухгалтера поменяли и все. И все оплачивают сразу. Ну, почти все оплачивают. А если кто-то не оплачивает, он в мыле выходит. И она причем, девушка такая молодая, как бы веселье, веселая, улыбчивая. А вот у нее сила такая есть в характере, что она делает так, что люди просто расплачиваются и все. Это от людей зависит, которые связаны с деньгами еще в вашем коллективе. Вы найдите такого человечка, который вот может правильное отношение строить с деньгами и с людьми. Вот тут в этой сфере финансовой. Ну, у меня понятно, там продавцов и так далее. Есть инфидентации, запитания. А опыты в плане, например, с супругом, с организмом, там у себя. Бывает такое, что ты вверх делаешь, ну, высокого уровня. А лучше всего строить отношения не ему самому с этими клиентами. А какого-то человечка взять, опытного, пусть даже из вашей команды, который с ним будет разговаривать. И все, и все нормально. Может, когда я была на этом конфликте? С кем конфликте? С клиентом? Можно? Показать. Ну, жена и муж, когда вместе работают, это всегда конфликт. Это трудно очень. Лучше не работать и вместе, а просто по совместительству найдите человека, который будет с крупными клиентами разговаривать просто, решать вопросы. То есть не надо самому, да? А у каждого своя природа, понимаете? Один может высоко прыгать, а другой может дыну прыгать. А третий вообще в сторону, понимаете? У каждого свой способ прыгать. Знаете, если вам надо высоту прыгнуть сейчас, ну пусть за вас прыгнет кто-то другой, который умеет высоту. Значит, нам говорили, энергии у вас не хватает, еще очень много. Правильно, правильно. И это не изменит жизни никак. Не погиб в ней ничем. Ничем. Вот есть природа человека, понимаете? Один человек способен держать деньги, а другой отдавать. И то, и другое в деятельности нужно. Но надо на свое место поставить своего человека. Но у меня просьба к вам ко всем сейчас. Пожалуйста, задавайте вопросы именно по той теме, которую я обсуждал. Иначе у нас сознание размоется сейчас. Не сильно будьте сосредоточены на себе. А если ваша тема именно подходит под ту беседу, которую я веду, тогда это будет ценно для всех. Да? Ваш вопрос? Я сам владелец бизнеса, про который мы сейчас с вами решили, что его нецелесообразно развивать. У нас такой элитный международный туризм. С учением за растяжем. Существовал план развития компании, которого мы поддерживались. И наступила ситуация, которая всем стала очередной в декабре. Я, как руководитель, не могу понять, кто бы я должна отодвинуть свои стратегические планы и заниматься скоропомощными мероприятиями по спасению бизнеса, сокращать людей, сокращать зарплату, делать какие-то там маркетинговые училия, все-таки, естественно. Либо я должна мудро, спокойно, как вы говорите, изображая абсолютное спокойствие сердца, как вы говорите своих коллег, не показывая на полу сложная ситуация, делать то, что я запланировала себе делать. И погрузать их в таком победителе. Обе ситуации патовые. То, что вы сказали, то и другой патовые. Садитесь, пожалуйста. Спасибо вам за ваш вопрос. Он прямо в тему. Не надо убирать микрофон, мы с вами общаемся. Первое, что вы должны сделать, вы должны сейчас свое сердце настроить на состояние победы и мира. Вам надо совершать молитву до тех пор, пока в сердце не станет спокойно сначала. Потом это спокойствие приведет вас к озарению внутренним. Вы почувствуете, что надо делать. Вот я, например, вот сейчас, глядя на вас, уже чуть-чуть почувствовал. Я почувствовал, что у вас есть какие-то отношения с Востоком. Что есть какая-то часть деятельности в восточных странах. Типа Китай, там, где-то туда. В ту сторону. Я чувствую, я также чувствую, что там у вас есть хорошая часть вашей судьбы, которая может дать вам развитие также туризма в этом направлении. Я так чувствую. И также чувствую и то, что хорошо сейчас самое время развивать туризм также и в России вам. Но это я чувствую, понимаете, а не вы. И за вас я все равно этого не сделаю. Потому что свой путь своей жизни вы должны сами пройти. Я просто вот глядя на вас, так вот чистоту, силу вашей судьбы в этих двух направлениях увидел. Некоторые могут подумать, да это просто элементарная логика. Нет, я вот это глядя на вас, думая о своем наставнике, такой вывод сделал. Я прям сейчас чувствую конкретно, что где-то Китай, туда-туда, в ту сторону. Не даже не Мангкок, а именно туда куда-то. Это просто для вас. Но все равно это ничего не меняет в вашей жизни. То есть вам самой придется проделать этот путь. Я могу быть просто советчиком. Моя вера может вам помочь сделать то же самое. То есть идти своим путем. Нет, вам надо начать молитву. Именно в этом путь сейчас для вас. Потому что ваше сердце находится в сомнении. В вашем сердце нет знания, что делать. И это знание достигается с помощью духовной деятельности сейчас уже, а не материальной. Вы полтора молитву совершаете какую-то? Нет? Вы не знаете даже, о чем я говорю. Возьмите, послушайте вчерашнюю мою лекцию. Пожалуйста, я вас очень умоляю, прошу. А где-то не подойдет? У кого есть лекция в записи вчерашней? Ну вот дайте ей послушать. И все для вас станет ясно. Вы просто столько откроете для себя интересного в жизни. Прямо в вашей вере, в вашей культуре. Прямо найдите молитву, которая вам больше всего нравится. И понеслась. Час в день. Час в день, моя хорошая. Час в день. И через неделю ваш мир внутренний для вас колоссальным образом поменяется. Вы даже представить себе не сможете, насколько сильно вы поменяете свое представление о вашей деятельности, о вашем бизнесе. В котором нет никаких проблем. С точки зрения вашего бизнеса, он сейчас на высоте стоит. У вас хороший период астрологический идет с точки зрения ведения бизнеса. У вас просто нет понимания, как в этой ситуации энергетической действовать. Вы просто сломлены временем вот этой вот ситуации, которая связана с временем. Вам надо внутреннюю свою силу окрепнуть, укрепить ее, поставить себя в правильное настроение внутреннее. И тогда у вас все пойдет как надо. Потому что у вас хороший период. Вы же чувствуете, что у вас сильное отношение с коллективом. Сильная позиция внутренняя. Вы знаете, что делать. Так это или нет? Вам ничего никто не мешает. Правильно? Такие планы были классные. Бабам, и что-то произошло, да? Это нужно для вас, то, что произошло. Это нужно. Это нужно для того, чтобы вы стали глубже, как лично. Надо быть в нужном сотруднике. Для того же самого. Они же тоже личности, им на то же надо быть глубже. Знаете, в жизни человека все пройдет. И бизнес, и деньги. Все пройдет. А вот способность быть глубже останется навечно. Когда вы оставите это тело, перейдете в другое. Эта способность побеждать духовно ситуацию, она с вами останется. Ни капельки этой памяти об этой деятельности не растрачено не будет. Поэтому самое глубокое вложение, самое сильное вложение в свою жизнь заниматься тем, что я вам сейчас сказал. Вы с собой не возьмете туда дальше ни свою деятельность, ничего, кроме вот этой силы внутренней, способности побеждать судьбу. Именно поэтому самый замечательный период в жизни человека, это тот период, в котором трудности наступают, а не тот, в котором все хорошо. Очень разумный человек. Вы первый раз пришли ко мне на рейд? Второй. Второй же? Я рад вас здесь видеть. В вашей жизни произошло одно событие, которое вас заставило ходить на такие лекции. Раньше бы вы ни за что. Ни за что. И это событие тоже хорошее, хоть и кажется плохим. Да, наш вопрос? Спрашиваю одного, поднимается другой. Нет, вы уже спрашивали, давайте следующему человеку. Да, вы же спрашивали мне. Все, я понял. Значит, это что-то у меня внутри там так работает. Я хотел узнать, что с ним деятельность и благоприятность. И сделайте развиваться так же, или не достать. Ваши вопросы, но ваш вопрос нет ответов. Вот именно эти ответы вы должны получить в своем сердце. Нет ответа вообще на ваш вопрос. Но я могу критерии рассказать. Когда, если человек, находясь в своем деятельности, при необыкновенно огромных усилиях, терпит все большее бедствие, чем больше он усилия даже с молитвой совершает, тем больше препятствий возникает внутри. И когда в другом направлении создается все благоприятное, параллельно, без всяких усилий, то надо серьезно задуматься о том, чтобы начать что-то делать в этом другом направлении, не бросая того, что есть. Если вы почувствуете, что там все пошло, и у вас там сердце спокойно, там, и вас туда потянуло, то меняйте свою деятельность. Но если вы меняете от того, что вам трудно, и делаете это в отчаянии, не начав ничего другого, а просто в ужасе бежите из одного места в другое, то это еще больше разрушает вашу жизнь. Создавайте себе почву для новой деятельности параллельно со старой. Но если как в стену упираешься в чем-то, и невозможно ее пройти, и у вас как бы неблагоприятные чувства внутри возникают, как будто эта стена вообще никогда не преодолеется, и вам не хочется дальше идти в этом направлении, вы чувствуете, что это безумие туда идти, то не надо туда идти. Почему? Вот как вы чувствуете? Я так чувствую, что мне хочется идти туда, но у меня есть какие-то сомнения. Не какие-то сомнения, а необыкновенные силы препятствия. Есть такое или нет? Я не знаю, что это необыкновенные, где есть неизвестность. Ну это нормально. Вы не ответили на вопрос о смене бизнеса. Препятствия есть везде и всегда, и это хорошо. Есть, однако, только проблемы. Вы не любите препятствий. Вы хотите, чтобы у вас все классно было жить. Взять те препятствия. Вот это ваше внутреннее препятствие. Вы не хотите сражаться. А надо учиться это делать. Вам нужно заниматься статизмом. Паститься, учиться. В неподвижных положениях тела научиться замирать на долгое время. Учиться пробивать волей свою судьбу. Учиться этому процессу. Учиться этому процессу. Последний вопрос на эту тему. Лучше не о себе, а о том, о чем я говорил. Вот мужчина, да, вы, да, нет, вы, вы, да, вы. Можно выставить? Да, можно, конечно. Строительная компания, у нас три руководителя, ученики больше стать лая. Я на спрашиваю, Олег был в основном. Ситуация вся физическая. Лучше нет, кто-то полный предвидел. Когда у нас были общие смещения с моими компаниями, ну, какие-то вопросы я обстоял, какие-то нет. Сейчас я, наконец, заграбовал одного своих коллег. И раньше у меня делал вопрос такой. Либо я не вернусь в руки, и мне нужно уходить в эту компанию. Либо кто-то мой испытатель, который должен пройти. Сейчас я хочу задать, сейчас у моего коллеги вопрос. А он хочет отбирать руки, хочет. Вот, и подумал, что с этим все пройдет. Он в этом виноват. Он виноват, он виноват, он виноват на встрече. Ну, я в том числе. Вот так все советует из него. Вот что вы ему советуете? Я вам обоим сейчас кое-что посоветую. Ну, не виноват. Дело в том, что, а вот это как раз о том, о чем я говорил на самых первых своих лекциях, когда мы собрались, о том, что если человек не вкладывает свои огромные усилия в то, чтобы стать соратниками с теми людьми, которыми он работает, а соратниками можно стать только на основе идеологии какой-то. И поэтому люди должны обрести какую-то веру в деятельность, одну свою, чтобы они были близкими людьми, чтобы у них цель в деятельности была, одно направление. И когда эти люди обретают одинаковое понимание, как двигаться вперед, они становятся соратниками. Тогда никакая ситуация не может вызвать боль в их отношениях между ними. Они договорятся, они будут ночь говорить вместе и все поймут. У вас нет таких отношений, они только зарождаются между вами, а с тем человеком вообще до свидания. Я вижу сейчас ситуацию с этим человеком, он настолько в сильной боли находится, что вы никогда уже не сможете с ним договориться. А вот между собой сможете. И это на основе веры, идеологии. Вот начните изучать что-то вместе, начните общаться, и вы увидите, что никто из вас не виноват. Просто силы иногда создают такую ситуацию, что самая верхушка компании разрушается из-за того, что между ними, между этими людьми нет способности быть вместе. Эта способность формируется всегда в результате веры, понимаете? Вера во что-то связывает людей. Если между людьми нет веры, то тогда эти люди не способны никак быть вместе. У одного одна жизнь, у другого другая жизнь. У одного понимания вещей, у другого другое. Вот сейчас, благодаря тому, что вы просто на эту лекцию вместе пришли, вы становитесь с каждой секундой ближе друг к другу. С каждой секундой. Я уверен, что завтра или может быть даже сегодня вы даже спать не захотите, а начнете просто разговаривать с друг другом, и между вами столько вы узнаете друг о друге вообще и поймете нового в отношениях, что вам не захочется расходиться. А причина, почему это произошло, просто потому, что вы находитесь вместе на лекции, понимаете? И просто вместе одинаково мыслите, думайте, слушайте, что здесь происходит. И люди, часто руководители, не вкладывают в это силы, они не входят в храмы вместе, они вместе не обсуждают духовные темы. Вообще просто забыть обо всем бизнесе, понимаете? Сесть и почитать книгу духовную вместе, пообсуждать. Это в тысячу раз важнее для вашего бизнеса, чем просто обсуждать дела. Поймите, что когда вы это делаете, у вас вера друг в друга растет. А эта вера самое главное. Если вы друг в друга не верите, кто вам поверит? Вот такой ответ. А дальше, как хотите, так понимаете. Я не хочу вдаваться подробностей. Я знаю, что ситуация вашей деятельности такова, что она разрушает ваши отношения. И если вы будете сейчас размышлять, кто из вас больше виноват, это и разрушит отношения. А если вы каждый свою вину примете и просто будете оставаться вместе, что вам надо и надо делать вдвоем, то вы победите судьбу. Сто процентов. Но кусок бизнеса вас оттяпают обязательно. На сто пудов. Палец на меня, руками, или обоих. Просто дело в том, что с одной стороны кусок огромный, за десятки миллионов, не думайте об этом сейчас. Думайте о том, что с человеком остается только то, что связано с его верой в жизни. Поэтому я говорил тысячу раз на своих лекциях, пожалуйста, вкладывайте огромные силы, чтобы в вашей среде возникали соратники, чтобы у вас в коллективе были соратники, которые идеологически, духовно связаны с вами. Если таких людей не будет, то как только наступает тяжелая ситуация, все разлетаются вдребезги, понимаете, ничего не держит. Ни деньги, ни общий бизнес, ни общей возможности. Все разрушается просто, потому что ситуация рождает боль в отношениях. А эту боль возможно только переварить, когда есть какое-то доверие друг к другу. А если это доверие основывается только на делах, то это не доверие вовсе. Потому что дела бывают хорошими, мы вместе. Дела бывают плохими, тогда разошлись, как море кораблей. Вы услышали меня, Ирина? Я услышал, но он тоже услышал. Он тоже услышал. Все нормально у вас. У вас все сейчас восстанавливается пошло. Я просто убежден. У вас есть много общего в жизни. Просто об этом никогда не говорю. Я поговорить именно об этом. Не надо вам сейчас говорить о бизнесе, о делах. Не надо выяснять, кто прав, кто неправ. Поговорите по-дружески, что у вас общего. Просто поговорите о Боге, о духовном, о чем-то. Поговорите о чем-то возвышенном. И у вас потом все само собой решится в ваших делах. Сто процентов, я вам говорю. За пять минут все решите потом. Ваша проблема только в недоверии друг к другу. И все. Больше у вас нет никаких проблем. А доверие возникает на основе веры. Слово доверие идет от слова вера. Если нет веры у людей, то нет доверия. Внутри одной веры должно доверие формироваться. Даже если у вас разные веры, можно все равно что-то общее найти в обсуждении этих вопросов духовных. И сформировать свою веру совместную, доверие сформировать. Спасибо. Спасибо вам за этот вопрос. Это как раз то, что и происходит сейчас во время того периода, который сейчас происходит. Вот эти вещи как раз и происходят. То, что время так действует, что оно разрушает отношения сейчас между людьми. И на пустом месте все разваливается. Вот не было ничего плохого, ба-бам, и все развалилось. Потому что создается нагнетение вот это психическое. Атмосфера нагнетается. Еще будет дальше нагнетаться. Вы еще не знаете, что будет через три месяца. А потом будет уже полегче. Чуть-чуть. Сейчас только начало. Но если люди духовно развиваются в это время, у них нет проблем. Они остаются устойчивыми все равно. Спасибо вам за ваш вопрос. Вы вскрыли прям вот как консервную банку тему нашу. Я еще хочу вам сказать одну вещь. Есть много разных тем, которые нужно обсуждать. И здесь сейчас мой друг присутствует. Николай. Николай Маринчев. Он на самом деле молодой человек, но он 8 лет прожил прямо в монастыре ведическом. И очень глубоко изучал вопросы управления, понимаете, с точки зрения духовного знания. И поэтому, несмотря на свою молодость, он много чего может сказать. Его концентрация была связана с мобилизацией личности. То есть он концентрируется на этих темах. Как распределять свои дела, как, что самое главное, что второстепенное. Как строить планы, как достигать цели. И вот у него такая тема. Я в ней не могу так вам все рассказать. Для этого надо погружаться в нее. Но он погружен конкретно. И он может вам вот эти вопросы с точки зрения древней мудрости и здравого смысла рассказать. Я не знаю, когда и где у него будут семинары. Может, он вам скажет сам. Ну, скажите, там даже не нужен микрофон. Спасибо большое за добрые слова. Я просто хочу сказать, что я буду не за стоюком стоять. Если у вас будут какие-то вопросы, у меня есть вопросы. Если вам будут интересны наши кандидаты, тема кандидатской времени и предполагания. Он скоро захочетит кандидатскую диссертацию в области философии, которая поэтому хороший, талантливый, молодой парень. Я сильно хочу, чтобы он свое знание передавал, развивал. Потому что, когда я с ним встречался, его видел, даже не в свою молодость, в нашей среде он всегда был хорошим специалистом и экспортом. С ним советовались многих вопросов. И сейчас он решил давать лекции более на широкую аудиторию. Еще какие вопросы? Да? Да можно, все слышат вас, 100%. Оно просто у нас записывают, и для записи нужен микрофон. Я не могу повторить. Не, не, не повторить. Давайте, надо правила соблюдать некоторые. Иначе люди не послушают этот семинар. Вопрос. Как духотворец? Как, если, для того же силы в себе, для того же силы в себе, сталкиваются наши отношения, нашими людьми, особенно, предпринимательствами, сталкиваются с нашими такими трудными чувствами, временами, 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 и так далее. Я посоветую. Я могу сказать точно. Я вам расскажу все это. Это моя тема. Нет, сейчас я не буду отвечать, заново или нет. Это вопрос вашей зрелости внутренней. А как одухотворять, я сейчас расскажу. Как себя одухотворять? Только с помощью рычага. Если человек думает, что он сам себя одухотворит, это полное безумие так думать. Духовная энергия передается от одного человека к другому, как запах передается, распространяется от одного цветка к другому. Или пыльца там. Попытайтесь понять, что если вы не берете за основу духовную силу кого-то, то вы не сможете развиваться быстро и сильно. Потому что вера, она пощутимой становится, когда ты это видишь реально в ком-то. Тебе нужно увидеть это и проверить много-много раз. Поэтому молитва человека должна быть для начала с кем-то и вместе. Нужно включать голос какого-то святого человека, смотреть на его фотографию, кланяться ему. Я хочу тебе служить, я хочу выполнять твои наставления. А одухотворять себя можно только с помощью кого-то. Отношения эти строятся на тонком, незримом плане. Понимаете, кажется, что он жил когда-то, и с ним никакого контакта нет. Но если вы так начнете делать, через 2-3 месяца вы почувствуете этот контакт и веру, что у вас все в жизни получится, это начнет реально влиять на все сферы вашей жизни. Понимаете, одухотворяться можно с помощью кого-то только. Невозможно самому. Это как раз понятно. Вот, да. Дальше я не ответил на весь вопрос. Я начал с вас сейчас. Потому что когда вы себя можете одухотворять, тогда вера от вас уже пойдет передаваться другим. Но это надо делать следующим образом. Здесь есть свои правила. Передача веры родственникам должна осуществляться таким образом. Никакого навязывания своей философии, своего способа жизни, никакого навязывания своего стиля, своего знания, своей веры, никакого объяснения этих вопросов близким людям делать нельзя. Но если вы будете вести себя так перед ними хорошо, что они увидят, что ваша вера меняет вас в лучшую сторону, то сильно подумав, они начнут сами вас спрашивать о том, почему так ты делаешь. И тогда вы должны очень смиренно и ненавязчиво объяснять, что я вот так делаю потому-то, потому-то, но ты мне и такая нравишься. Ты можешь как бы делать, как ты хочешь в своей жизни, я все равно тебя люблю. И она тогда будет спрашивать больше потом. Что касается сотрудников в коллективе. Давайте по очереди, про сотрудников в коллективе сначала. Сотрудников в коллективе нужно одухотворять тоже очень тактично. Нужно в целом как бы советовать, рекомендовать всем слушать какие-то лекции или какие-то материалы, смотреть, лучше даже не лекции, а смотреть какие-то, допустим, посмотреть фильм «Остров» и обсудить все вместе. Потому что надо объяснять, что у меня есть такое знание, что в коллективе люди должны обязательно собираться для каких-то нравственных и духовных просмотров вместе. Это укрепляет общую атмосферу. Помимо того, что у нас праздники совместные должны быть, у нас также должны быть совместные какие-то мероприятия, в которых мы погружаемся в нравственную стыду. Включили фильм «Остров», посмотрели, обсудили. Вроде бы там каждый высказывался по-своему, там то-то сё, но это создает мощнейшее единство внутри коллектива. И когда такие просмотры происходят, вы, как лидер, смотрите… Кто со мной говорит? Вы, да? Вы, как лидер, смотрите внимательно на своих подчиненных и видите, что некоторые из них реагируют очень мощно. И они вам очень глубокий вопрос начинают задавать, что вы от них не видели и не слышали раньше. Эти люди обладают очень сильным разумом. Это значит, что в них надо вкладывать дальше силы, чтобы их ещё сделать специалистами в области вашего бизнеса. Такие люди обычно развиваются в деятельности со скрипом, но у них очень мощнейшая идеология в сердце. И если вы их ещё в деятельности подтянете, то соединятся две несоединимые вещи. Идеологическая сила человека и его практическая сила или сила способности быть хорошим специалистом. Обычно хорошие специалисты очень циничные по природе, а люди очень духовные, обычно плохие специалисты. Но когда вы увидите духовно сильного человека и вложите с него силы, и будете видеть, что он реально трудяга, и вложите в него силы, тогда у вас появится мощнейший лидер в коллективе, который вы сможете сделать своим соратником. И если хотя бы один человек у вас такой появится, то у вас такое мощное ядро создастся в коллективе, что управлять коллективом будет в 10 раз легче. Я вам точно говорю. Просто точно. И вот тогда весь коллектив духовно начнет подтягиваться, понимаете, само собой. Ну просто делайте вот подобные мероприятия, главное условие, чтобы людям было все понятно. Не надо им какие-то высокие материи там втулять. Даже мои лекции для многих вообще просто, не знаю, космос какой-то. Нужно просто вот нравственные фильмы показывать какие-то или еще что-то такое вот, что людей как бы вдохновляет. Всех людей без исключения. Есть такие как бы вещи, которые... Ну допустим, есть мусульманский фильм, такой многосерийный, там 30 серий, называется «Фарук Амар». «Фарук Амар» — это второй халиф после пророка Магомеда. И этот фильм настолько классный с точки зрения нравственности, там такие глубокие вещи описываются. И вообще вот что такое мусульманство, очень хорошо можно понять по этому фильму. Взять, посмотреть, обсудить. Или допустим, есть разные фильмы «Жизнь Христа», там еще что-то. Ну то есть, понимаете, вот такие фильмы смотреть и обсуждать. Просто в коллективе это делать между делом, понимаете, не сильно там все должны прийти. Ну кто пришел, кто пришел, тот пришел, тот не пришел, тот не пришел. Но если вы начнете это делать, вы увидите, как люди разделятся на две части. Одни им по барабану просто это все, они приходят просто до галочки, а другие реально этим интересуются. И те люди, которые интересуются, у них разум намного сильнее, чем у всех остальных. Их надо развивать, они станут ядром вашего коллектива. Пусть это будет простой дворник, который этим всем интересуется. Вокруг него сплотятся люди потом. Он станет для многих советчиком, понимаете, в вашем коллективе. Не обязательно его делать начальником. Он может всегда дворником останется в жизни. Но он станет таким ядром мобилизирующим, что когда вас обсуждать начнут, у вас плохой период будет, он скажет, что вы его обсуждаете, он хороший человек. Ему все поверят, понимаете, и все успокоятся сразу в коллективе. Вот как надо одухотворять атмосферу в коллективе. Что касается одухотворения атмосферы в чужих коллективах, то это практически невозможно. одухотворение всегда через личное отношение происходит. Вот я не могу всем лекцию по всей стране прочитать. Вот кто пришел ко мне на лекцию, тот пришел. И причем я даже рекламу не могу всей стране сделать. Есть такой фестиваль без таблеток.ру называется. Вот на этот фестиваль приглашают всех крутых там лекторов всяких. И каждый год приглашают меня. Разок я чувствовал что-то не то. Разок приехал, он в библиотеке Ленина проводится там в крутом месте, там все очень круто. Я смотрю, зал всего 400 человек помещается. Я говорю, а что-то маловато, люди не поместятся. Они говорят, что у нас ни разу не заполнялся. Я говорю, какая реклама? Они говорят, 60 глянцевых журналов, там все пошло. Я говорю, ну круто, но точно не поместятся тогда. 250 человек пришло на лекцию на мою в этой библиотеке Ленина. Я потом спросил, сразу как люди пришли, я спросил, кто из вас пришел через рекламу? Пять человек подняло. Все остальные просто через мои лекции. Вот и вся песня. Человек не может никак не повлиять на ситуацию с точки зрения вот этого понимать какого-то влияния на чужих людей. Есть только одна личность, которая влияет на всех, это Бог. Если Бог в сердце кого-то вдохновил, то он слушает нет, нет. И ничего с этим не изменишь. Все. Поэтому в духовной сфере реклама имеет слабый успех. В основном успехом является искренность человека. Это все зависит от того, насколько ясно вы оформили свои мысли. Но только быстрее. Вы этим занимаетесь, это ваш бизнес, да? Я могу ответить на этот вопрос. Если вы сможете оживить веру в лидере, вот реально оживить веру в свою деятельность, в лидере предприятия, если такой есть, то тогда предприятие будет спасено. А если вы увидите, что вера в лидере предприятия не оживляется никак, это значит, что оно обречено. Вот я когда с ними с двумя говорил, я смотрел на их веру. И увидел, что она оживилась. Это значит, что по судьбе им положено продолжать бизнес, он не развалится. А вот если бы она не оживилась, я бы тогда им сказал, разбегайтесь. По разные стороны. Такой вариант тоже бывает. Ну, у вас все оживилось, оживилось. Давайте. А? А иногда не сразу кричаем. Постепенно. Да? Да. Иногда, чтобы ответить на вопрос, нужно время. Нужно подождать ситуацию, выбрать. Я вам объясню, какую. Вот если есть методология? Методология простая. Нужно поселить веру в руководство, сказать, объяснить качество хорошей лидера страны, объяснить качество хорошей правительства и все прочее. И простых людей из двойственности вывести невозможно. Можно им дать веру в то, что происходит. Объяснить, что сейчас в нашей стране происходят фундаментальные перемены, которые приведут к колоссальному развитию. И это правда. Потому что всегда перемены, которые происходят, они всегда приводят к развитию. И также это правда, что у нас необычный лидер в стране. Поэтому вот такие вещи надо объяснять людям. У них сердца сразу успокаиваются, и у них все нормально внутри. Надо сделать устойчивость жизни людей. Не надо им объяснять про время, как они движутся, как я вам сейчас расскажу. Они не поймут этого всего. Дальше, да? Движемся. Следующая тема. Эту тему мы раскрыли, нет? Чуть-чуть. Тема такая. Влияние кармы страны на личный бизнес. Час времени у нас. Я обычно не укладываю. Карма и свобода выбора. Как победить трудности в бизнесе? Существует три сферы влияния человека. Первая сфера – влияние на самого себя. Влияние на самого себя осуществляется сильно, быстро и смело. Оно осуществляется так каждый день, потому что каждый день разум ломается. На следующий день он ломается, и опять надо сильно, быстро и смело влиять на самого себя каждый день. Нужно знать точно, сколько времени нужно для того, чтобы у тебя сила Духа опять окрепла. И это время надо закладывать в молитву. Если этого не делать, то надежды на то, что все будет хорошо, никакой нет. Дальше. Что создает… Какой результат? Как оценить результат? Сейчас объясню. Вот смотрите. Когда человек находится внутри моря, он барахтается в море, он понимает до конца, что с морем происходит или нет? Нет. А вот когда он на берегу стоит и смотрит на море в целом, понимает? Он видит облака, куда движется. Он может поценить, когда шторм закончится? Может. Надо выбраться из моря. Молитва нужна для того, чтобы постепенно психика настолько успокоилась, чтобы посмотреть на все со стороны. На свою жизнь, на свой бизнес. Это как, знаете, как в таком происходит, как в кино. В спокойном таком кино. Это само создается. Не то, что ты почитал молитву и сразу пытаешься со стороны посмотреть. Этот взгляд со стороны происходит, как результат молитвы. Человек молится, молится, молится. И раз его выбросилось уже со стороны. Он перестал быть в ситуации, его раз, и ситуацию вывело, и он со стороны уже смотрит. Как результат молитвы. Это не надо искусственно делать. Это просто результат молитвы. Но даже если вы еще не со стороны будете, а просто успокоитесь в сердце, то это уже хороший результат. Вы заведетесь, конечно, когда на работу придете, но не так сильно уже. Потому что запас спокойствия уже есть, и он будет вас держать как-то. Но если вы сможете вырваться из ситуации совсем и посмотреть со стороны спокойным взглядом, тогда вы сможете контролировать всю свою деятельность в жизни. Вот, допустим, ваши сотрудники приходят, кричат, там все плохо. А вы сидите в своем кабинете, смотрите на них и улыбаете. Причем ваша улыбка не наглая, не нахальная, не глупая, а спокойная, нежная и добрая. И она не указывает на то, что вам по барабану все. А она указывает на вашу силу, на вашу способность побеждать. Эта улыбка не игра с ними, а это реальность вашей жизни. Вы сильнее этой ситуации, правда. И сильнее, потому что вы ее победили в своем сердце. Есть два способа действовать. Есть преддействие, есть самодействие. Те, кто живут в преддействии, они побеждают судьбу по-настоящему. А те, кто живут в действии, они тоже могут победить судьбу. Но судьба опять на них навалится потом. Потому что победа настоящая происходит только в сердце. Когда человек побеждает в сердце, тогда все ситуации, которые возникают, он побеждает потом 100%. Вот сейчас у вас это спокойствие появляется. Реально появляется. Спасибо вам. Вы очень внимательно слушаете. Наверное, были в школе очень хорошим учеником. Нет? Дальше следующее. Когда человек на себя научился влиять, то дальше следующая сфера его влияния, которая дает победу, это влияние на коллектив. Это не быстрое молниеносное действие каждый день, а это долгосрочное вложение сил, которое дает возможность вывести людей из сферы страха и личной выгоды. Есть две сферы, они одинаковые. Это просто сознание, среда, в которой люди живут. Это перебрасывается с одного чаши весов на другую просто из ситуации. Это сфера страха или личной выгоды. Страха или личной выгоды. Когда личной выгоды нет, наступает страх. Когда есть личная выгода, страх заканчивается. Но это всего лишь способ воспринимать мир. И большинство людей, вот обычные люди, они все в таком сознании находятся. Понимаете? Им или деньги, или страшно. Одно из двух. Когда им страшно, их ничего не убеждают. Нет денег, страшно. Их ничего не убеждают. А когда деньги есть, то их ничего не разочаровывают. Это факт. Но, несмотря на то, что мало, все равно мы здесь. А когда денег нет, все. До свидания. Невозможности быть уже здесь нет. Так вот. Это инертное, малоэффективное состояние с точки зрения деятельности. Люди в таком состоянии не работают нормально. Они работают просто столько, сколько надо. Понимаете? Их раскачать невозможно. И для того, чтобы их раскачать и удержать в тяжелые периоды жизни, это одно и то же. Нужно вкладывать в них духовную силу. Именно духовную силу. Один из способов, я вам сказал, смотреть вместе фильмы какие-то нравственные. Другой способ вести себя духовно, нравственно в коллективе. Не показывать никакой слабинки в этом вопросе. Вести себя с людьми правильно. Учиться прощать их. Учиться любить их. Выслушивать их. Это все постепенно людей вводит в состояние доверия к старшему, которое рождает энтузиазм, деятельность. Люди начинают мотивироваться не страхом и деньгами, а начинают мотивироваться просто тем, что я хочу здесь работать. Мне здесь нравится. Потому что здесь люди хорошие. Понимаете, когда человек вот этим мотивируется, тогда его деятельность начинает развиваться сильно, его сердце. И когда денег не хватает, ему по барабану он продолжает работать так же сильно. И такие предприятия, они не могут быть просто банкротами. Понимаете, они всегда выживают. Как армия Суворова, понимаете. Она всегда выживала. Потому что в ней была вот сила энтузиазма. Понимаете, люди верили в своего лидера. Так же армия Александра Македонского. 40 тысяч человек победила 350-тысячную армию. Представьте, это же вообще нереально просто. Это один к десяти почти. Ну как можно сражаться? Они победили и сражение сбилось всего несколько часов. Понимаете? Они просто вышибли из армии Дария. То есть того, кто руководил армией. Так как армия была наемная, она рассыпалась сразу все. Они просто вот этот неустойчивый центр, они взяли просто клином вот так вот и туда. И все, они достигли этого правителя. Вот побежал, война закончилась. Все, 40 тысяч человек победила сразу. А когда они стояли друг перед другом, кем было смешно вообще? Да вы что, ну как сражаться-то собираетесь? Это вот так вот. Сила духа побеждает. Даже если ваша деятельность, она ничтожна по сравнению с теми событиями, которые здесь происходят. Если у вас сила духа появится в коллективе, хоть небольшая, вы победите 100%. Люди не будут разбегаться, они останутся. Это будет чудом для вас. И еще есть третий тип влияния, который вообще самый долгосрочный. Самый долгосрочный. Это влияние приводит к доверительным отношениям по отношению к вам и вашему коллективу со стороны общества. А это уже просто ждите, когда это произойдет. Вы увидите, как эти процессы постепенно входят в вашу жизнь. И постепенно формируются. И постепенно приводят к тому, что у вас устойчивость появляется, потому что ваша репутация и имя ваше предприятие безупречны. И это тоже нравственная сила. Некоторые думают, это просто самой деятельностью достигается. Просто продажи мы правильно делаем. Ничего подобного. Это достигается отношениями, это достигается вашей верой, достигается глубиной вашей чистоты в отношениях с этими людьми, со всеми. И даже если человек в магазин заходит, он атмосферу всего коллектива. Есть, допустим, сеть магазинов, да? Но если у головы сети магазинов правильное настроение, все продавцы будут работать в этом направлении. Вот так сделал Аэрофлот, допустим. Вот почему в Аэрофлоте другая атмосфера? Вот заходишь туда, бац, и чувствуешь, хочу там летать. Почему? Потому что они вот так с головы все сделали, понимаете? Они взяли и создали вот эту атмосферу. И все пошло, пошло, пошло до самых стюардесс. Это передается просто. Сознание, оно передается от старших к младшим. Сделайте устойчивость у себя, потом среди лидеров в коллективе, потом во всем коллективе, и потом общество вас примет со временем. Три сферы влияния. Победа над трудностями начинается с молитвы и заканчивается увеличением силы разума. В виде сначала любви, у вас появится желание любить людей, заботиться о них. Потом любовь превращается в заботу. Вы сначала просто людей увидите вокруг себя, не работников, подчиненных, а людей увидите. Это результат молитвы будет. А потом вы просто по-человечески, вот заболел человек не потому что так надо, а потому что я хочу просто. Пришла, пришел к нему домой, начальник, он болеет, и сказал, как помочь тебе. Давай между нами, это не то, что я начальник, вот сейчас я тебе просто друг. У меня есть знакомый, хороший врач, давай я тебя полечу там. Денег нет, поможем. Все. Думаете, этот человек только останется с вами? Да он потом десятку расскажет, что произошло. Все перевернется во всем коллективе сразу. Забота дает возможность следующий шаг сделать, который называется воспитание. Если вы о людях заботитесь, вы имеете право их наказывать в полной степени. Человек провинился, вы приводите его и говорите, слушай, ну как так, я вроде бы стараюсь как-то с тобой, ну что ты вытворяешь вообще? Ну давай как-то нормально. Я могу, конечно, тебя и выгнать, и заштрафовать, но может ты по-человечески просто поведешь себя сейчас. А? Ай-яй-яй, конечно. Потом дальше передача знания. Когда безупречно себя ведет лидер, он может дальше людям рассказывать о истине. У меня есть один знакомый, он просто, знаете, все знают, что он верующий человек, он мастер в цехе. И как бы он просто деловые отношения с людьми строит и все, ничего им там не проповедуют. А когда у них трудно, они, знаете, к нему приходят, а больше никому. Они к ним приходят и по-человечески хотят с ним поговорить. Да там дисциплина безупречная в коллективе, там все работают только так. Потому что мастер уважаемый человек с точки зрения духовной, понимаете? Он просто хороший человек для них. Им по барабану верующий, он не верующий. Он просто хороший человек, понимаете? Вот что надо делать. А дальше у человека появляется возможность взвешивать силы, которые существуют в обществе. И иметь трезвую оценку ситуации. Когда контроль психический очень сильный внутри и в коллективе есть возможность эту силу сохранять. Тогда трезвая оценка ситуации возникает и правильное понимание, куда направить бизнес сейчас. Но у вас все прямо сейчас получится, не волнуйтесь. Это длинный путь с точки зрения вообще. Нужно начинать себя, потом вкладывать людей. И постепенно вот эта устойчивая среда в коллективе появляется. Тогда она создает трезвое мышление. Страх выводит из состояния трезвости. Вот если ваши люди все паникуют, у вас страх в сердце. Вы не можете трезво мыслить, что делать. А если все спокойно, хорошо, на фоне того, что все плохо вокруг, то у вас четкое представление спокойное о том, куда двигать ваш коллектив возникает. Да? Как я бы сказал, что пример конкретный, вы сказали, можно воспитывать, да? Если человек очень хороший, там, духовный, психовый хорошенький, добрый, то есть такое. Ну, будет любитель, будет не важно. И вот человека воспитываешь, ну, в каждой ситуации, как ты говоришь, да, это поднимается. И в определенный момент вот ты не пытаешься объяснить, наладить отношения, но ты не получается. То есть вот ему интересует это с точки зрения, корническая связь получается, это же. То есть ты сделал все, что мог, а он все равно ушел, вроде как потом даже как-то хорошее отношение. Первый умный был дитина, средний был и так и ся, третий вовсе был дурак. Вы поняли такую вещь, что люди вот бывают разных категорий. И это следующее, что я хотел вам сказать, это следующая тема нашей беседы. Но я забегу немножко вперед и скажу сейчас, что в кризисных ситуациях с дураками надо быть очень строгими. Очень строгие. Не имеет значения, подумайте о коллективе. Ну, вовсе правильно сделали. Понимаете, когда кризисная ситуация, совсем тяжело. Дураков надо или они успокаиваются, или до свидания. А вот мало любви дали, как это важно? Ну, вот видите, я дураку вот сколько не дай любви, всегда мало. Я говорю о разуме, понимаете, состоянии разума. Первый умный был дитина, чуть-чуть любви дал, он понял. Второй был и так и сяк. Ну, даешь, вроде что-то понимаешь, потом понимает, а потом опять забывает. А третий, давай, не давай. Надо подарить ему весь мир. Да? Ваши молитвы, я советую. Ваши. У каждого человека есть элемент веры в сердце. Есть два способа верить. Один способ — это свои молитвы какие-то читать, которые человек верит в них, в эти молитвы. Это первое начало духовной жизни, всегда так начинает. Человек читает то, что понимает, верит. А потом, когда он развился духовно, он читает молитвы тех, кто верит очень сильно, потому что он доверяет именно святости. Он понимает, что эти люди правильнее понимают, что такое молитва. И он духовным таким столпам, авторитетам мощным начинает верить. И их молитвы начинает читать. Но эти два этапа развития духовного перепрыгнуть невозможно. То есть сначала человек верит только в то, что он сам чувствует сердце, как молитву. И надо так молиться. А потом то, что прописано свыше. То, что является авторитетным. На какой вы стать, я не знаю. Но могу вам сказать точно, что если у вас никакой веры нет, ничего в этом страшного нет. Надо просто молиться так, как вам больше верится. Не обязательно в систему входить сразу. Просто вот как верится, больше так молиться. Как вам больше верится, я вам сейчас скажу. Представьте себе, что вы падаете с девятого этажа. И представьте себе, что вы не испугались, верите, что вы спасетесь. Как будете молиться? Душой. Какие слова будете говорить? Подумайте об этом. В момент опасности человек вскрывает свою веру всегда. Он именно говорит то, что надо. То, что ему надо каждый день говорить. Он в этот момент начинает. Спасибо. 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 Спасибо вам за этот классный вопрос. Смотрите, есть спокойствие разных глубин. То есть человек может начать молитву и успокоиться чувственно просто. Чувственное спокойствие означает, что у него хорошее настроение. Потом он дальше продолжает молитву. Молитва означает связь со святостью. Он реально как бы настраивается на конкретное что-то. Не просто там молитва означает точку в какую-то упереться и забыться обо всем. Нет, я говорю о конкретной связи. Говорю о том, что ее надо направлять к конкретной личности. И лучше даже слушать голос этой личности или просто святого какого-то человека. Понимаете? То есть молитва означает, что ты реально перенимаешь духовную силу. Вторая стадия – это спокойствие в уме, которое приводит к ощущению тишины в сердце. Это не просто хорошее настроение. Вот здесь тихо стало, спокойно. Третья стадия. Но даже после первой стадии, когда спокойно стало в эмоциях, у тебя хорошее настроение, если ты продолжаешь молитву, ты вдруг обнаруживаешь, что здесь неспокойно, нет тишины. Опять новый объем работы открывается. Ты начинаешь молиться, дальше бац, здесь тишина возникла. Потом дальше молишься, появляется чувство, что у тебя может быть сейчас и спокойно, но на душе камень там где-то глубоко внутри. У тебя есть столько проблем, там, 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 все это сразу вскрывается и в память вводится. Это уже следующий уровень пространства, который связан с кармой или судьбой человека, и там действует разум уже, а не ум. Он двигает судьбу. И когда человек молится вот так глубоко, очень сосредоточенно, у него вдруг неожиданно появляется ощущение, что он побеждает свою судьбу. У него появляется смелость, не просто спокойствие, а смелость в сердце появляется, вера, что у него в жизни все будет хорошо. Но есть еще следующий уровень. Когда человек начинает двигаться дальше в своей молитве, то он обнаруживает, что все, что он в своей жизни делает сейчас, это по большому счету бессмысленно, потому что он ни капли не сделал для того, кто ему дарит все это каждый день, все эти победы. Когда он начинает забывать про свою жизнь, начинает думать о Боге, о святых людях, кланяться им и жить для них, чтобы у них все было хорошо, чтобы у них помогало, а не у меня. И этот вот духовный самый последний уровень, самый редкий, глубокий, высокий и нужный. Двигайтесь к спокойствию, к силе, глубже, 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 глубже. Спасибо вам. Да, ваш вопрос. Леонид Ильич, можно ли и нужно ли убрать для отмановки коллектива, где успокоительная остановка? Ну, как бы это не называется враньем. Это называется давать людям столько знания, сколько они могут впитать. Если вы это воспринимаете как вранье, тогда в этом случае вы их врете им. Вот, допустим, у меня, знаете, иногда бывает так, что я прихожу на лекции, ребят, которые учатся читать лекции, и они уже сами серьезно занимаются духовной практикой, и они читают аудитории лекцию, которой не занимаются. И они, знаете, так читают, типа, ну, так себя ведут, что, типа, вот, я вам сейчас очень важные вещи расскажу, но в сердце знают, что это все фигня. Так читают лекции. И люди также их и воспринимают. И на самом деле эти лектора врут. Они врут другим по той причине, что они сами не понимают правды, что духовная жизнь всегда важна и цена, просто у нее есть разные уровни, и надо людям давать на том уровне, на котором они находятся, но это не означает, что ты смеешься над ними. Ты просто даешь им то, что они могут взять. Точно так же Бог тебе потом даст то, что ты можешь взять, потому что ты тоже такой же хиленький по сравнению с какими-то светилами духовными. Понимаете, не надо быть гордым просто и все. И тогда вот маленький ребенок, ваш, допустим, сын там или ваша дочь, у него есть свое восприятие мира. Вы же с ним его не обманываете. Вы ему говорите на его уровне. И если, допустим, ему что-то надо знать, то вы ему говорите, а если ему что-то не надо знать, вы ему говорите, бабушка не умерла, она живая. И это правда. Только это та правда, которую, может, вы сами даже не осознаете. И он говорит, спасибо, папа, я так и чувствовал. Понимаете? Это не ложь. Есть такая фраза, что люди могут работать на тебя в двух случаях. Первое, когда они тебя любят, и второе, когда они тебя боятся. Ну, правильно, мы об этом говорили сейчас. Когда любят, когда боятся. Но сначала, когда боятся. Вот знаете, если вы не сделали так, что люди вас боятся в коллективе, все развалится. Вот если вы сначала не сделали так, чтобы вас боялись, все развалится. Они будут сопротивляться изо всех сил, чтобы вас бояться. Они будут бесстрашными. Надо наказывать, увольнять кого-то, понимаете? Иначе они не будут. Но когда они вас испугаются, наступит порядок, штырь, все классно. А только потом, когда они согнут подчиненное положение, свое место в коллективе. Вот тогда, с этого момента, можно о них заботиться, как старший, как отец. И начинать переходить к любви. Потому что, если вы сразу к любви перейдете, будет цирк конкретный. А? А в семье-то осталось? В семье? Нет, все наоборот. В семье надо сразу сдаться, вот так. Сдаться. И служить, служить, служить близкому человеку, пока он не поверит в тебя, не примет тебя как личность. А потом можно чуть-чуть быть строгим иногда. Сердце открывать, говорить правду. Очень осторожно. А потом, когда отношения очень сильными становятся, можно прямо сильно правду говорить. И близкий человек будет принимать. Но сначала просто служить. Прощать, служить, что бы ни вытворял. И сделать так, чтобы он сказал тебе один раз в жизни, я очень благодарен судьбе за то, что я с тобой живу. Один раз хотя бы он это должен сказать. Но потом по чуть-чуть правду уже можно говорить. Все наоборот. А в коллективе все наоборот. Сначала устрашающая политика. Создать атмосферу подчинения. А потом уже дальше любовь. Потому что если вы для них не станете старшим, послушаем, никакой возможности управлять коллективом не будет вообще. Понимаете? Любить людей, которые к тебе не относятся правильно, то я с ними всю-сю-пу-сю это просто разжигать кошмар в этом коллективе. И вообще ничего не сделаешь. Даже ты скажешь, я тебя уволю завтра. Он посмотрит на тебя и скажет, ах ты наглец, такой подлец. Ты меня обманул, значит. Ты мне обещал хорошую работу. Все, а теперь ты говоришь, что я тебя уволю. Видите? То есть он как бы и тебе стыдно. И он потом всем рассказывает это. Все приходят. Зачем ты его хочешь увольнять? Никто не боится. Все, что хотят, то и вытворяют. Страшная ситуация совершенно. Ты же духовный человек. Ты молитвы читаешь. Почему ты выгоняешь его? Страха никакого нет у этих людей. Они, что хотят, то и говорят тебе. Все, кошмар, ужас. Зачем я слушал лекции этого Олега Геннадьевича? Сказал, любовь. Все разваливается в мире. Нет, сначала подчинение. Это тоже любовь к этим людям. Потому что если они не научатся и страха действовать, тогда они не смогут вести себя правильно в коллективе. Это страшно для всего коллектива быть. Сначала надо научиться немножко бояться старших начальств. А потом уже любовь на основе подчинения. Но если говорить о монастыре, то там совсем по-другому. Там сначала любовь, а потом подчинение. Но они в коллективе. Везде разные как бы ситуации. Монастырь как семья. Да? Все очень быстро вскроется. Очень быстро все вскроется. С самого начала. А если вроде считаешь все хорошо-хорошо, а потом, когда пришел, ты туда понял, что у вас все застали. Да? Это тяжелый период жизни. Не бойтесь ничего. Если сначала, вот смотрите, если ты видишь, что люди легко подчиняются тебе, значит, что это природа твоя. Вот ты неимоверные усилия прилагаешь, чтобы их себе подчинить, а они все равно не подчиняются. Значит, не надо дальше этим заниматься. Если люди склонны тебе подчиняться, значит, дальше это делать. Твоя природа. У меня, знаете, был такой самый первый случай. Я точным массажем занимался, лечил людей на четвертом курсе, приходил в палату, там помогал здоровью людям. И один человек, научный сотрудник, там научно-исследовательского института подшипников, рядом с институтом был в Самаре. Я его полечил и рассказывал в это время ему, вот как надо правильно там что-то делать, ну что я сам понимаю, закаливаться, там питаться. Он слушал меня, слушал, говорит, а ты можешь моему коллективу это рассказать? Я как бы руководитель, у меня есть небольшой коллектив научно-исследовательский, вот там 30 человек. Я такой смотрел на него, научно-исследовательский коллектив, это означает, что эти люди уже как минимум закончились институт, они все со степенями учеными. Я говорю, нет, не могу. И начал даже бояться ему рассказ, когда он сказал как бы свой статус. Мне стало страшно, и он говорит, он увидел мое состояние. Говорит, ты знаешь, они такие простые все, как я. Приходи к нам, рассказывай. Я когда первый раз пришел, у меня коленки подкосились. Я начал рассказывать, у меня тряслись коленки, реально. Через неделю, а знаете, для чего я это вам говорю? Я когда начал рассказывать, я смотрю, они меня слушают больше, чем я сам себя слушаю. Это значит, что это правильно какая-то деятельность. То есть я разговариваю, не сильно большие усилия прилагаю, люди слушают. Я думаю, ничего себе, как это так вообще? Интересно. Я это удивилась. Вот так же и человек руководителя. Он начинает что-то делать. Раз, люди подчиняются ему. Ничего себе, почему это они меня подчиняются? Я бы не стал подчиняться так, как они. Они подчиняются. Значит, это ваша природа. Все. Вы как раз плавно перешли к моему второму насыщенному вопросу, потому что в декабре я завершил свою работу, а это там долго работал с таким таким известным человеком, мне было все хорошо было, и я как раз думал, надо теперь начать жизнь по предназначению. Какое у вас предназначение? Я начинаю формулировать его уже до конца, но я сейчас на общей публике поговорю. Тогда давайте мы закончим сейчас беседу, потому что у нас для общей публики идет сейчас. Одной из тем, если общую тему, то это служение, то есть быть полезным. Одна из тем, то чем я могу быть полезным? Не просто заработать денег, это не так. То есть как зарабатывать деньги, я уже там немножко научился, но больше на другой качественный уровень выйти. Я чувствую в этом свою силу. Знаете, надо это изучать. Вот даже просто пожертвовать деньги непросто. Нужно изучать эту тему серьезно. Как правильно жертвовать деньги, как правильно в обществе быть полезным. Можно так, понимаете, быть полезным, что даже тюрьму посадят. Я в курсе, что мне было. И Ваши лекции слушал я в самом начале, потом немножко дальше пошел. То есть опыт, который связан с этим делом, со своими разными значениями, я вот это в группе там собираю. И вот сейчас тоже такой выбор. Либо заниматься там бизнесом, деньгами, то есть кто-то там получается, что кто-то слушает, кто-то нет, либо там, где действительно открыто. Ну, чтобы по-настоящему быть полезным, для этого надо всегда чувствовать себя членом коллектива. Вот как Вам сейчас стать полезным этому коллективу, который здесь сидит? Вам надо задать быстро вопрос по теме и сесть. Ну, давайте мы тогда все перейдем от Вас к кому-то другому. Давайте по теме, да, вопрос? Нет, нет, не подходит, то ли он взялся, да, нет, не обладает в жизни себя. Нет. Сильная привязанность к результату. Ну да, он не так считает. Он не хочет развивать коллектив, не хочет понимать ничего, ему нужен только результат. А это всегда разрушает полностью весь бизнес. Камни на камне не остается. И он сам уже разрушен. Пока он до точки не дойдет, которая покажет ему, что в деятельности к результату надо стремиться. Но не нужно в этом стремлении терять разум, ну, правильное понимание вещей. давать ему знания. Давать знания. Давать знания. Дайте послушать лекции. Если не хочет, включайте лекции при нем. Нет. Нет, вы просто говорите, я слушаю, а ты не слушай. Нормально, просто пускай в вашей комнате звучат лекции вслух. Так как он ваш муж, он будет проходить мимо и думать, что это он там слушает, кого вообще? Мужика какого-то. Нормально, пускай это будет не его. У меня есть один лидер, тоже руководитель, его сейчас здесь нет, но он мне рассказывал, как он вообще, как бы, начал слушать лекции. Я вам сейчас расскажу, интересно. Так все лидеры себя ведут всегда в жизни. Он сначала, его слушать начала жена. Он просто его тошнило вообще от этих лекций, тошнило просто. Она все слушает все больше и больше. И он, как бы, такой, знаете, и она не навязывалась ему, она говорит, если хочешь, послушай, там все ответы есть на твои вопросы. И улыбается. И уходит. Это так несколько раз говорила, говорила ему. И он такой, уже как бы на такое, на измене такой взял в машине, поставил и начал, вот я слово скажу, а он критикует пять слов на моем круге. это слово. И он, как бы, десять раз, как бы, на каждом слове свое критическое замечание, да сам я все это знаю. И потом обнаружил, что уже два часа лекцию слушает. Потом следующий поставил. И так начал слушать лекцию. Так у многих мужчин сознание действует, это нормально. Это обычно для мужчины, особенно лидера, всегда считать себя умнее. Это нормально. Не могу я на тебя свою жизнь? Потому что я не могу сидеть в таких условиях. А, жить не на что. Заклад, заклад, работа. Можете, да, вы лидер по природе. У вас сильное солнце, вы можете руководить людьми, да. И к тому же сильный Юпитер, вы можете и правильно направить бизнес свой. Но у вас слабый Меркурий и слабый Марс. Вы не можете наказывать людей и вы не можете сделать сделки. Надо найти кого-то другого, кто будет этим заниматься. Надо найти менеджера, который будет наказывать и найти человека, который будет взаимодействовать с теми, с кем вы будете заключать свои отношения. Вы можете перспективу бизнеса видеть и можете держать власть над людьми. Пожалуйста, да. Венера сильная, организация мероприятий супер. А теперь, так как вопросов нет, по теме семинаров. Каждый задает о себе и от этого разрушается лекция. Поэтому я дальше буду двигаться, да. Правильное отношение к сотрудникам в условиях кризиса. Первое. Начать изучать, кто есть кто. Начать слушать вместе духовные фильмы, там смотреть и так далее. Изучать, кто есть кто. Понять, что за сотрудники вокруг. Они разделятся на три категории. Первая категория. Те люди, которые склонны к нравственности, чистоте, честности в отношении. Которые склонны к чистому жизни. Этих людей надо беречь и поддерживать со всех сил. Дальше вторая категория. Шаткое мышление. Они то ли вам верят, то ли не верят, то ли верят в ваше дело, то ли не верят. Когда их вдохновляешь верить, когда они вдохновляешь, они перестают верить. Надо подбадривать их, тоже поддерживать. Не бросать этих людей. И третья категория. Это люди, которые на фоне духовных мероприятий, у них вскрывается критицизм. И вы тоже потом анализируете их деятельность, работаю, обнаруживаете, что у них там вот эта заноза, вот это вот то, что смердит из сердца, она очень глубоко зарыта там. С этими людьми будьте построже. Внимательнее смотрите в кризис. Такие люди могут разрушить весь коллектив. Потому что люди и так склонны к негативу и суждениям плохим. А если такой резонатор как бы в коллективе есть, он даже не обязательно много говорить будет. Он просто будет создавать атмосферу, понимаете? Вот тогда вот с этими людьми очень строго и серьезно, просто честно скажите, еще одно такое слово и до свидания. Не бойтесь с этим человеком враждовать, воевать, не бойтесь. Вытуривайте из своего коллектива деструктивных элементов, которые разрушают вашу идеологическую атмосферу. Смело, решительно и сильно. Не бойтесь, что это нечестно, несправедливо. Не бойтесь этого. Все честно и справедливо. Потому что он разрушает атмосферу, которую вы со скрипом создаете в своем коллективе. Вот это нечестно и несправедливо. А вы турите его пинками под задать. Это честно и справедливо. Очень даже. А это суперэкспективный специалист. Подведет вас в тот момент самый тяжелый, когда он больше всего нужен будет. Поэтому выгоните его раньше, когда этот момент не наступил. И сделайте супер хорошего специалиста другим, другого человека, который реально... У меня прямо, лично у меня в практике такая ситуация была. Вот реально человек, супер хороший специалист, несмотря на то, что все духовные практики развивают, чуть не развалил все прямо у нас, весь коллектив. Из-за того, что он просто завидовал начальнику, руководителю. Не мне, у меня есть руководитель. Вот. Пришлось и остаться. Ничего не сделаешь. Такая ситуация. Причем он даже не хотел этого. Так у него складывалось. Хороший человек, но вот не мог занозу, зависть и сердце вырвать. И все разрушил, разрушил, и пошла в коллектив. Надо намекать обязательно. Нужно говорить, намекать, с ними разговаривать, советовать им, угрожать, все что угодно. Но если вы видите, что ничего не меняется, вот все происходит так же, не будьте глупцами. Просто возьмите и выгоните человека, и все. И это будет правильно. Нет, наоборот, улучшаешь. Карма испортится, когда вы таким образом, лояльно поступая с таким человеком, вы разрушаете весь коллектив. Вот это вы себе портите карму реально. Потому что люди без работы остаются, понимаете, из-за вашей глупости. Непонятно, да? А у кого был пример, когда вы так сделали, спасли в коллектив? А у кого был пример, что вы так не сделали, и все было разрушено. Делайте вывод. Делайте вывод. Идеологическое влияние является самым главным в коллективе. Самым главным. Вот, понимаете, сейчас, вот смотреть в современной культуре, людям пытаются со всей силы дать квалификацию. Там один институт, второй институт. Понимаете, но идеологии никакой нет. Человек становится квалифицирован, он приходит, у него пять понтов на четырех пальцах. Понимаете, он пошел там крутить с фразами, мышлением. Все просто, косточка на косточке не останется. Косточка на косточке. Квалификация стоит ниже идеологии. Люди, люди, которые имеют высокую квалификацию, низкую идеологию, у них сильный ум и слабый разум. Эти люди по факту ниже находятся тех, которые имеют хорошую идеологию, но слабую квалификацию. Потому что у них разум сильный, пусть даже слабый ум. Вот таких людей со слабым умом, которые много не сделают в коллективе, но они верят, у них сильная вера, надо оставлять. И они будут все больше и лучше и лучше со временем и постепенно станут хорошими на своем уровне специалистами. И они будут всегда вас поддерживать. А тех, у кого сильный ум и слабый разум, надо до свидания. Как только это обнаружили, сразу до свидания. Пока он не занял ключевые позиции. Не дай бог. Это уже будет смертельно опасно для коллектива. Хорошая тема, важная для возмышления. В условиях трудностей жизни нужно больше вкладывать в образование коллектива. Если работать нечего, нет работы, время много свободного, занимайтесь на родственном образовании коллектива. Собирайте коллектив, общайтесь на какие-то важные темы. Не думайте, что это зря, пустое провождение времени. Это самое главное. Это то, что нужно сейчас. Нужно второе, выявлять людей склонны к духовному развитию и вкладывать в них больше сил и давать им больше полномочий, давать им отдельное общение. С ними отдельно надо собираться и говорить более глубоко и более серьезно. а еще больше сил надо вкладывать в своих соратников, тех людей, которые с вами очень близки в бизнесе, несут ответственность бизнеса, идут одной дорогой. Вот с этими людьми нужно много-много часов вместе проводить. Не просто в обсуждениях бизнеса, в обсуждениях жизни вообще. Зачем мы живем, что мы делаем, куда мы идем вообще и зачем. и ваш ход привести на лекцию вашего друга это супер просто. Это супер идея была. Да? И то, что он пришел, это тоже классно. Женский коллектив? Нет. Злава Богу. Зависть имеет женскую природу. Мужчины злятся, они завидуют. Завидуют. Но у них другой тип зависти. Это злоба называется. Мужчина определяет. Завидует. Да. Вот собеседует, да? Чтобы вот он это видел. Может быть, вы как-то подсказывали какие-то вот черты, качества, чтобы мужчина своим умом мог вне детей определять вот эти качества. то есть, то есть, женщина это правда. Слушайте меня, внимательно. Слушайте меня, внимательно. Когда женщина завидует, это нормально. Это означает, что просто не хватает строгости в отношениях с ней в коллективе. Нужно ее ввести в состояние страха. И зависть вылетает из нее сердце мгновенно. А зависть в женском сердце в подчиненном, когда женщина подчиненном, это нормальное явление, потому что женщина рождена для счастья, понимаете? И она эту вот позицию, что я рождена для счастья, переносит также на работу. А женщина на санскрите, санскритское слово женщина означает стрии. Стрии означает все расширяющиеся возможности. Если кофе, допустим, попить в коллективе разрешили, значит теперь она пьет каждый день. Она уже не может не пить, понимаете? Если разрешили чуть-чуть поговорить с подружкой, каждый день она будет говорить с подружкой. Если в буфет сходил один раз и никто не обратил внимания, каждый день будет ходить в буфет. Это означает, что для того, чтобы женщина... А если ей кто-то... А если она ходит в буфет, а остальные не ходят, они... Зависть наступает. Это женская природа. Она возникает только по одной причине, что неправильно структура руководства оформлена в коллективе. Всем женщинам одинаковые льготы и однако одинаковые запреты. Когда это не нарушается никогда, между женщинами зависть заканчивается в коллективе. Они спокойно работают, не парятся. А если чуть-чуть эта система нарушается, они сами вам об этом скажут, вам даже изучать не надо. Какая-то из них придет и скажет, а почему... А почему... А почему... мужчина завидует... А почему... это безнадежно... безнадежно... как мужчина завидует... политические группировки создает внутри предприятия. как объяснить мужу, что вот он завидует... а он говорит... вы понимаете, что он завидует... А вы ему объясните мужу и также объясните результат. И когда муж придет к этому результату, он тогда вам поверит. Мужчине надо обязательно, обязательно получить по башке. Без этого никак нельзя понять. Дайте с вашим мужем получить по башке возможность. А вы ему скажите результат и потом и запишите его где-нибудь у себя в тетрадке и когда он придет, вы откройте и покажите ему. И скажите, в следующий раз будет то же самое. Нет, это не унижение. Мужчине надо обязательно вот так. Строгость к мужчине это важный фактор отношений в семье между мужчиной и женщиной. Строгость у женщины так выражается. она мягко и нежно говорит, что будет и записывает. А потом мягко и нежно показывает. Это строгость по женству. И мужчина трезвеет тогда. Он понимает, мне жена говорила дураку, а сейчас у меня вся фирма разваливается из-за того, что этого человека не выгнал. Вот и все. Ваша проблема не в том, что у вас мужа завистливый человек в коллективе. не в этом проблема, а в том, что у вас неправильное отношение с мужем. Вы не знаете, как его воспитывать. А как муж здесь сидит? Вот так надо воспитывать его. Надо ему говорить правду. Женщина это сердце мужа. Это сердце мужа. Она всю правду про него знает. Ее надо говорить. А надо говорить очень нежно. Надо очень нежно, мягко. Все равно говорить. А если вы не будете говорить, вы с ума сойдете. Вот и говорите дальше. Но вы продолжайте. Придет время, вы научитесь его воспитывать. Женщина должна обязательно воспитывать своего мужа. Буракина смотрели фильм? Там Золушка, да? Мальвина, Мальвина, да, Мальвина. Вот. Женщина должна быть Мальвина обязательно. Немножко Мальвина, немножечко должна. Есть два типа как бы поведения у мужчины. Одно поведение это пропала Мальвина, невеста моя, сбежала Мальвина в чужие края. Это вот это поведение любви и как бы тоски по женщине. А второе поведение это Буратино, которым все по барабану, как бы что хочу, то и вытворяет. И никогда не слушаюсь Мальвину. Понятно, да? И женщина должна принимать мужчину и таким и таким. Из него не удалишь одно от другого не отделишь. Это все вместе как бы один конгломерат. Женщина это сердце мужа. И мужчина только мудрый мужчина слушает жену. Потому что когда жена говорит ему правду всегда кажется все наоборот. Но если мужчина мудрый он принимает эти слова к сведению как знак судьбы. и тогда у него в жизни удача идет не с ним. Потому что удача имеет женскую природу. и с женщиной начинается в семье. Именно женщина мужа всегда говорит о той опасности которая надвигается на него она его чувствует ее очень сильно. Она должна настаивать на том что она тут настаивать не брать этого только через мой труп этого человека брать на работу только через мой труп настаивать вы абсолютно правильно говорите он будет разбивать этот коллектив передать ему мои слова Олег Геннадь сказал то же самое тогда психанют скажет кто такой это Геннадь и вообще и это хорошо потому что он будет потом с неновистью начнет слушать нет никто не лезет просто я хочу помочь и объясняю что женщина когда настойчиво себя ведет она добивается правильного результата Не думайте, часто женщин думают, то, что я чувствую, может быть, это неправильно. Это правильно на 100%. Опять про мужа хотите что-то сказать плохое? Да, хорошо, вот это мне понравилось сразу. Это не ваш муж-человек, нет? Нет, другой человек. Хорошо. Такой гипотетический человек, и он никак не развивается, и как в этом случае у него будет развиваться бизнес, его дело, и так далее, условия. Два варианта могут быть. Если этот бизнес связан с ужасными вещами, типа алкогольный бизнес, табачный, то в условиях кризиса он может взорваться, взлететь очень сильно. Или, допустим, цикуляция деньгами. Вот сейчас люди беднеют за счет того, что народ сейчас спекулирует на их деньгах. Эти ростовщики, которые там в пунктах обмана валюты сидят. Неправильно сказал. Они богатеют, конечно же, на кризисе, но вместе с этим их богатством в их сердце закладывается, закрадывается сила, которая разрушит их жизнь. Эта сила, деньги обладают огромной силой. Вы даже представить не можете, какие они сильные. Если человек неправильные деньги приводит в свою жизнь, то эти деньги всю его судьбу просто колоссальным образом разрушают. Страшная вещь вообще. Другая категория людей, если человек не занимается духовной практикой, то он, если он в карман нормальный, у него бизнес хороший, он в условиях нагнетания обстановки, он попадет под влияние страха, двойственности или гнева еще дальше. И сначала сам начнет себя разрушать, потом это состояние перегнут сотрудники его, и начнется в коллективе хаос. Когда хаос начнется, все будет разрушено. Или с клиентами хаосом? Ну, и так потом дальше у нас клиента перекинется тоже. То есть в любом случае нужно практику совершать? В любом случае. В любом случае? В любом случае, да. У нас уже осталось, знаете как, мы должны отсюда выйти без 15-10, а потом я до полдвенадцатого смогу с вами просто в узком кругу, жочки, кто хочет поговорить там обо всем, пообщаться, если есть желание, еще дальше. Но сейчас я хочу последнюю тему осветить вкратце, которая являлась ключевой нитью всей моей лекции. Это роль молитвы к победе над судьбой. Понимаете, еще раз хочу это сказать, потому что это труднопонимаемая вещь вообще в принципе. Вот если человека хотят посадить в тюрьму, может так случиться, что его не посадят? Иногда так случается в результате стечения обстоятельств. А может так случиться, что он сделает сам так, чтобы его не посадили? Да. И это происходит только с помощью духовной жизни. Запомните, только с помощью духовной жизни. Даже на грани тяжелейшей опасности человек начинает молитву, свои отношения со святостью. И тюрьма, приближающаяся к нему, или расплата за долги, это всего лишь просто объем работы, попытайтесь это понять. И когда человек молится, этот объем работы постепенно сокращается, сокращается, сокращается до минимума. Вот сейчас приведу вам пример моего друга, который сбил, случайно девочка подбежала под колеса, сбил ее насмерть. Откупились как бы от тюрьмы, он не сел. Но потом этого судью вычислили и вскрыли все дела, которые он за взятки как бы замял. В результате моего дружка повязали, отправили в каталажку, а он занимается духовной практикой. И он начал там служить всем людям. Представьте, зыки его уважали как наставника. Никто его не трогал, понимаете. Он просто сидел целыми днями и молился. И что-то начало интересные вещи происходить. Первое, что произошло, его перестали трогать. То есть он сидел в общей камере. Понимаете, страшная вещь. Вообще, просто никаких вариантов, чтобы к нему кто-то подошел, что-то плохое сделал. Понимаете, под полной защитой. Следующее, что произошло. Его перевели в больницу. И он там просто уже фактически в тюрьме не сидел. То есть он просто там, как бы, это произошло уже буквально через месяц. Понимаете, он уже просто как бы заботился о людях. Ну то есть совсем в другую среду попал. Понимаете, там медпункты, там возглавил, как бы он как начал в медпункте там заниматься. Отрабатывал свой срок. А потом ему 4 года дали. Располовинили раз. Два года осталось. А потом располовинили два амнистии. Две амнистии сразу он получил, потому что его уважали все там в этой тюрьме. И он фактически, ему полгода, ему как бы год надо было сидеть. Но его через полгода перевели вообще на такой режим, что он просто не имел права выезжать из определенной, ну как бы, из города что ли там. Ну то есть он фактически уже не сидел в тюрьме. Да, в поселении. А потом его выпустили раньше, даже чем год прошел, понимаете. Потому что как бы был вот срок выпуска. И его просто самым первым выпустили. Он отсидел всего 7 или 8 месяцев вместо 4 лет. И причем он сидел по-настоящему только месяц. Значит ли это, что он в тюрьму не попал? Фактически да. А если бы он молился еще сильнее и раньше, то он бы даже до тюрьмы дело бы не дошло. Как это происходит, мы не знаем в жизни. Я вам приведу еще один пример. В аммате ко мне женщина подошла, она говорит, я такую сумму должна из-за бизнеса, что вообще никогда не отдам в своей жизни. Никогда не отдам. Я говорю, ну зато вы можете делать то, что я вам сейчас скажу, и вы так победите свою судьбу. И она начала молитву. Она начала вот думать о святом человеке, молиться, кланяться и так далее. И эта молитва, она все сильнее и сильнее как бы победу в ее сердце внесла. И знаете, что дальше произошло? А дальше произошли уникальные события. Тот человек, который вообще ее убить хотел за то, что она деньги не давала ей. Он, она по моему совету, потому что ее молитва в моем сердце знания родила. Она пришла к нему и сказала, вот смотри, как бы я занимался вот такой же деятельностью, как ты. И у меня все получалось классно, только вот несчастное событие лишило меня денег. Я ведь могу быть таким же человеком у тебя в коллективе. Почему бы тебя не взять ни одним из руководителей, и ты тогда точно свои деньги получишь назад. Половина зарплаты ты будешь брать себе или больше, сколько ты посчитаешь нужным в счет своего долга. А дальше произошли уникальные события. Она, когда попала к нему в коллектив, она ему так бизнес подняла, что он просто ей все простил, мои хорошие. От смерти до успеха. И таких вариантов очень много. Я просто целую лекцию могу об этом читать. Просто я вам хочу сказать точно. Если у вас подобная ситуация, знайте, что техника такая. Святость перед глазами. Мысленно кланяемся. Читаем молитву. Постепенно объем работы вырисовывается в сердце. Камень во время молитвы выходит наружу. И не надо этот камень скрывать. Вот вам Бог, который через святого человека действует. А вот вам ваша жизнь. И понеслась. Молитесь до тех пор, пока камень начнет таять. А на следующий день он опять таким же большим станет. И опять то же самое. И опять то же самое. И опять то же самое. И через несколько дней, буквально неделю, вы увидите, что он уже стал меньше в вашем сердце. Уже не так страшно. Уже не так тяжело. Уже не так невыносимо. И постепенно вы победите свою судьбу сначала здесь, а потом она начнет побеждаться там. Без всякого сомнения. Без всякого сомнения. Нет сильнее и выше действия, которое я вам сейчас объяснил. Нет другой победы в жизни человека, которая настолько сильной и победоносной, которая является вот это. И нет такого воина настоящего, как Александр Македонский или Суворов, которые не молились перед битвой. То, что там в Голливуде показали, вот это вот, голубого Александра Македонского, я сразу начал как бы смотреть летописи и увидел другую личность совсем, которая спала на земле, молитве жила и так далее. В молитве желайте того, что является чистым и честным. Ваша жизнь, ваш коллектив, ваша судьба, все это является чистым и честным. Не надо в молитве желать какие-то заоблачные мечты. Хочу миллион долларов, там хочу десять, тысячу, миллиард долларов. Не надо, понимаете? Вот просто есть ваша жизнь, есть потребности ваши. Молитесь Богу, чтобы я хочу тебе служить. Сделай мою жизнь совершенной. Я не хочу, чтобы у меня были вот эти опасности. Не хочу в тюрьму садиться. Не хочу, чтобы семья была разрушена. Я все вот перед твоими глазами. Я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. Отдайте всю свою жизнь Богу. Постепенно вы забудете про свои опасности и проблемы, потому что вы поймете, что ничего такого нет. Когда человек веру настоящую обретает, он вообще даже не думает о своей жизни. Он знает точно, что просто думая о Боге и служая Ему, все остальное решается само. В Агвардите есть такой стих, что если у человека есть маленький колодец, он какие-то нужды справляет. Но эти же нужды, там вода, душ, там еда, все эти нужды легко удовлетворяют большой водоем. Поэтому тот человек, который знает конечную цель человеческой жизни, а конечная цель человеческой жизни – это Бог, все цели своей жизни он способен достичь легко. Правильно. Правильно. Не бойтесь. Если он вас лишит, вашей фирмы, это тоже супер. Потому что это даст вам в тысячу раз больше. Но это бывает очень редко и не с такими, как вы. Бог лишения дает, только когда человек сильно развит. А вначале он дает только победу. Когда человек начинает молитву, столько счастья в жизни приходит сразу, столько чистоты. У кого так произошло, поднимите? Вот, пожалуйста, много примеров. У меня, знаете, как было? Тоже много счастья, чистоты. И в какой-то момент я почувствовал, какой я духовный разум. Какой мощный человек вообще. И там есть одна молитва, есть одна царица Кунди, такая мощная очень личность. И у нее есть такая молитва. Пусть эти беды повторяются вновь и вновь, вновь и вновь. Чтобы мы могли вновь и вновь чувствовать и видеть тебя. Ибо чувствовать тебя, это никогда не видеть повторяющихся рождений и смертей. То есть она к Богу Господу обращалась. Пусть эти беды повторяются вновь и вновь. И опусть эти беды повторяются вновь и вновь. Я так искренне помолился, что на полтора года понеслась. И без просвета просто. Я больше так не молюсь. Честно, просто не молюсь. Я молюсь, Кукурид. Сколько вам надо молиться? Вот сколько меньше всего вам надо молиться вообще? Вот меньше всего сколько вы бы могли молиться? Пять минут? Ну сколько меньше всего? Вам меньше всего час. Молитесь час. Но если вам меньше всего пять минут, значит молитесь каждый день обязательно. Даже если вы болеете. Если вы торопитесь на работу, пять минут обязательно. А если есть возможность, еще несколько раз, постолько же. Но пять минут обязательно. Есть время правила в жизни, никогда нельзя нарушать. Возьмите себе это правило, то, что вы реально сможете всегда. Это может быть 5 минут, 10 минут, 20 минут, 30 минут, у кого-то всех по-разному. Вам можно полседьмого. Надо бы уже все, что мне принесли. Записку просто за лоб, знаете же, вы все менеджеры, что ли. А мантры вместо молитвы можно? Нет такого различия между мантрой и молитвой. Потому что есть мантры, обращенные к Богу, это тоже молитвы. А есть мантры, не обращенные к Богу, их читать не надо. А медитация просто? Медитация — это бесполезная вещь просто. Без Бога, без молитвы медитация, она пуста. Человек должен жить в желании. Ему надо обязательно свое желание выражать перед Богом. А это и есть молитва. Ну ладно, я вам рад вас всех был здесь видеть. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. А сейчас мы выйдем отсюда из зала и там будем общаться уже внизу. Давайте, я вас провожу. Да. Спасибо. 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 Спасибо.